Всем привет! Продолжим наш разговор о формальных системах, о мат-логике. И на этот раз я постараюсь сделать такой мягкий, непринужденный подход к доказательству теоремы Гёделя о неполноте, а именно второй теоремы Гёделя о неполноте. Поскольку разбор первый уже был, начнем мы с того, что дадим все необходимые определения. Это достаточно большой блок получается, но тем не менее без этого никак. И первое, с чем мы будем разбираться, это структура формальных систем. Что они собой представляют. Запишем формальные системы. Формальная система, математическая, это по строгим правилам построенный язык без исключений. Точнее, там могут быть некие соглашения вместо исключений. Но в целом это очень правильно построенный язык. Кто знает французский, там тоже есть достаточно жесткие правила. И исключений довольно-таки мало, несмотря на то, что выглядит он очень сложным. По сравнению с английским, по крайней мере, уж точно. Что такое вообще в целом формальная система или формальная теория? Мы будем говорить именно о формальных теориях. Это на самом деле просто некоторый набор текстов. Вот такой свод, как канонический свод в какой-нибудь библиотеке. Набор текстов. И этот набор мы можем изучать математические методами. С помощью, ну, находясь в теории множеств, например, вообще любыми математическими методами. При помощи, там, теории чисел, каких-то соотношений. Ну, короче говоря, всем тем арсеналом, который нам доступен. Тем самым у нас получается как бы две теории. Одну теорию мы изучаем, например, формальную арифметику Пиана. А в другой теории мы находимся, изучая эту самую формальную арифметику Пиана. То есть у нас есть теория и есть метатеория. Вот про метатеорию мы будем считать, что она примерно, это то же самое, что ZFC. Ну, а, соответственно, формальная теория ZFC тоже может изучаться внутри как бы математической теории множеств. Вот, то есть выглядит немножко так парадоксально, тем не менее, это действительно возможно. Значит, поскольку любой формализм, это просто текст, даже как, например, программы компьютерные, да, это просто некий текст. Надо уметь его правильно, грамотно строить. Вот мы, собственно говоря, с этого и начнем. Значит, как строится любая формальная система. Ну, во-первых, задается два набора переменных. Это так называемые свободные переменные. Обычно их обозначают первыми буквами латинского алфавита, маленькими A, B, C, D и так далее. Ну, кто хочет совсем уж полной стопроцентной строгости, давайте считать, что это строки вида V, палочка, V, палочка, V3, палочка и так дальше. И все переменные свободные мы можем вот так вот записать, находясь в алфавите, состоящем из двух букв. Но все, что мы здесь получим, это будут символы нашего нового алфавита, который мы нагенерили с помощью вот этих вот выражений. Далее у нас есть запас связанных переменных. Обычно это буквы из конца латинского алфавита, x, y, z. Вот. Ну и можно себе представлять, что формально это x с палочками. Где палочек может быть 0, 1, 2, 3 и так дальше. Чтобы не использовать натуральные числа. Хотя на самом деле, поскольку мы находимся в теории множеств, то мы натуральные числа можем пользоваться как бы вовсю. Дальше. Мы, конечно же, пользуемся понятием множества. Хотя вот это вроде бы не множество. Но мы можем считать, опять-таки, что это некие графические, канонические символы, которые заданы где-то там в эвклидовой плоскости, например. Или что-то еще. Или у нас просто вот эти наборы, это какие-то функции из натурального ряда куда-то еще. Короче говоря, главное понимать, что вот эта штука, она очень хорошо погружается в компьютер. То есть вот можно прям буквально, если нам памяти хватает, да, постольку поскольку, но хватает памяти, мы можем вот этих переменок нагенерить столько, сколько мы хотим. И у всех у них будет строго однозначно прописаны номера. Дальше. Ну, переменных от них мало. Естественно, самое главное в формальной теории – это сигнатура. Сигнатура обычно состоит из трех множеств. Это множество константных символов, множество предикатных символов и множество функциональных символов. Значит, ну, константные символы – это все, что обозначает константы. В нашей формальной теории, если это арифметика, то это просто только ноль. Если теория групп, то, например, это символ единицы. Вот. Или там ID, например, если мы рассматриваем движение плоскости. Это могут быть числа е, пи, мимо единицы, если мы находимся в формализме комплексных чисел. Далее. Предикатные символы – это все, что обозначает отношение между объектами данной формальной теории. Формальную теорию можно рассматривать как какой-то текст про что-то. Вот это что-то, про что этот текст, мы будем называть объектами данной формальной теории. А, соответственно, переменные, которые пробегают эту область, изучаемую область, называются объектными переменными. Ну и вот отношения между объектами, которые могут возникнуть, например, равенство, неравенство, конгруентность, подобие и так далее. Это все описывается вот этими символами. А преобразование, которое мы выполняем внутри нашей объектной области, то есть некие операции, да, когда мы нескольким предметам из области сопоставляем один. Ну, как в теории групп, например, мы там вводим умножение. Операция умножения двух элементов, получаем какой-то еще элемент из этого же набора. Это вот, собственно, функциональные символы будут обозначать вот эти самые операции. Соответственно, у каждого предикатного символа, у каждого функционального символа есть такое понятие как валентность. А именно это количество аргументных мест, куда можно подставить какие-то аргументы. Аргументы, соответственно, это какие-то объекты, которые мы в нашей теории изучаем. Либо переменные, которые их пробегают. Ну, сейчас мы как раз будем это все строить. Ну, давайте на примере посмотрим. Пусть у нас есть арифметика пиана. Переменные те же самые. Сигнатура выглядит так. Самая простая сигнатура. Ноль. Я вот эти множества без фигурных скобок буду указывать, потому что так проще. Но, опять-таки, с точки зрения полного тотального формализма, тут надо ставить фигурные скобки и перечислять там константы. Дальше. Предикатный символ у нас один. И он имеет валентность два. Вот так это пишут. Далее у нас есть функциональные символы. Их там три. Это сложение. Значит, от двух аргументов. Это умножение от двух аргументов. И это символ последователя. Унарный оператор. Ну, это вот операция х плюс один, о которой мы уже ранее говорили, когда обсуждали теорему Гудстейна. Вот, собственно, сигнатура арифметики пиана. Бывают сигнатуры даже бесконечные. То есть этих вот операций можно ввести много. Более того, можно ввести целый континуум константы. Для каждой константы свою операцию. Тогда сигнатура получается вообще несчетная. Но мы будем оставаться в рамках самых простых теорий. И, значит, будем считать, что сигнатура, как правило, конечная. Более того, как мы видим, и переменные. Можно свести к конечному алфавиту. Что тоже очень хорошо. Таким образом, вот все вместе, вот это называется алфавитом нашей формальной системы. И в этом алфавите, так же, как в русском алфавите, в латинском алфавите, можно записывать тексты. То есть все, что мы дальше делаем, это мы пишем некие тексты. Вот мы сейчас вот так вот, множество всех правильно построенных текстов поместим в такой прямоугольничек. Единственное, здесь надо на самом деле ввести два прямоугольника. Один лист с текстами я положу снизу. Почему? Потому что это будут, условно говоря, вспомогательные тексты, которые будут вставляться в эти тексты. Сейчас я поясню. Значит, все, что мы дальше строим, можно разделить на две категории. Это термы и формулы. Термы – это обозначение для объектов нашей теории. Ну, например, если мы говорим про арифметику пиано, то натуральные числа. Натуральные числа можно задать, значит, либо явно, то есть это 0, S от 0, S от S от 0 и так далее. Это так называемые нумералы. А можно задать с помощью разных операций. Ну, типа там 0 плюс 1, 0 плюс 1 умножить на 2 и так дальше. Получаются какие-то такие сложные конструкции, которые все равно будут обозначать натуральные числа. При этом это могут быть даже функции. То есть там будут меняться аргументы, и в зависимости от этого будут получаться разные натуральные числа. Функции тоже будут являться как бы обозначениями для наших объектов. Хотя это получается уже переменное обозначение. Но тем не менее. И вот термы строятся следующим образом. Во-первых, мы к термам относим все константы и все свободные переменные. То есть мы в термы включаем константы и свободные переменные. Дальше. Мы можем комбинировать уже сгенеренные термы. Ну, это вот как бы база индукции или база рекурсии, точнее. Сгенерировать при помощи функциональных символов. Каждый функциональный символ имеет такой вид. Это какой-то значок. Открывается скобка. Идет аргументное место, запятая и так дальше. То есть аргументные места, расположенные между скобками, разделенные запятой и функциональный символ. В этом формализме, кстати, сложение и умножение правильно записывать вот так. Плюс А, Б. Но поскольку традиция непреодолима, вот тут как раз начинается исключение в нашем языке. То мы будем всегда это писать как А плюс Б. Подразумевая при этом внешние скобки, чтобы у нас не путалась приоритетность при записи формул. Но вообще строго формально, прям вот совсем по правилу, надо писать вот так. Ну, я думаю, тут не будет возникать каких-то противоречий при толковании вот таких формул. Их легко достаточно переделать в правильные. Значит, все, что дальше к термам относится, это следующее. Если у нас Т1 и так далее, ТН, это термы, множество термов мы обозначим следующим образом. Это будет ТМ Сигма. То есть мы просто строим некое новое множество. Это будет множество текстов. То есть нам дали алфавит, теперь мы строим тексты. Если вот эти наши уже теперь термы, построенные из нашего множества ТМ, имеются. И дан какой-то функциональный символ F из нашей сигнатуры. То тогда говорим мы вот такая комбинация F от Т1 и так далее ТН. Это тоже терм. При этом подразумевается, что F это функциональный символ валентности N. То есть там ровно N аргументных мест. Еще это можно вот так вот записать. То есть мы как бы в множестве всех функциональных символов вырезали кусок, а именно функциональные символы валентности N. Ну и соответственно, вот так вот можно подставлять-подставлять одно в другое. Мы можем там собрать формулы типа, не формулы, а термы. A плюс B умножить на 0 плюс C. Потом от всего этого взять S и так дальше. И вот мы просто занимаемся тем, что подставляем в функциональные символы все новые и новые термы, которые мы тут получаем на каждом шаге рекурсии. И вот термами являются те и только те тексты, которые получены по данным правилам. Ничего лишнего там быть не должно. Кстати, каждому терму можно сопоставить так называемое дерево разбора. Тут нужно как бы ввести от самой внешней, последней исполняемой операции в этом терме, помещать ее в корень. Вот. Дальше мы видим, какой тут аргумент. Тут аргумент, очевидно, сложение будет сначала. Вот, кстати, опять-таки я здесь не поставил скобки, выделяющие умножение. Но помимо вот таких соглашений у нас есть соглашение о приоритетах. То есть умножение, скажем, имеет высший приоритет по отношению к сложению. То же самое там будет в логических операциях. То есть если есть соглашение о приоритетах, то можно экономить на скобках, скажем так. Вот. Если нет, тогда уж извините, надо везде писать скобки. То есть вот здесь вот тоже, например, поставить. И тогда мы видим, что у нас, значит, под S стоит операция плюс. У плюсика уже два аргумента. Соответственно, есть левый и правый аргумент. И мы можем посмотреть, что у нас справа стоит C. Слева у нас стоит умножение, у которого тоже есть два аргумента. Справа стоит 0. Слева стоит опять терм сложный. Операция сложения. И дальше уже получаются переменные A и B. Свободные переменные. Значит, и таким образом получается вот это вот так называемое дерево разбора, по которому можно проверить правильность построенной формулы. И наоборот. Если у нас дано некое дерево разбора, некое дерево, где в листьях стоят либо переменные, либо константы. Свободные переменные имеются в виду. Хотя позже мы увидим, что там могут появляться и связанные переменные. И дальше в узлах стоят элементы множества функциональных символов. И количество веток, которые исходят из узлов, соответствует их валентности. Ну, то есть арности. Тогда мы по этому дереву можем совершенно правильно, грамотно, с точки зрения нашего формализма, построить некий терм. Ну, и значит, да, и вот термы мы поселим вот здесь. На втором листочке, который как бы подложен под первый листочек с текстами нашей теории. Да, пока еще это не теория, это просто формальная система. И вот вторая часть текстов, корпуса текстов, так сказать, это формулы. Формулы отражают как раз-таки разные зависимости между нашими объектами. То есть у нас есть базовая формула или атомарная формула, или атомарный предикат, правильнее говорить, который отвечает за равенство объектов в нашей теории. Ну, кстати говоря, если теория содержит предикат на символов равенства, то мы всегда считаем автоматом, что туда присоединяются все аксиомы равенства. Но об этом чуть позже. Значит, но помимо этого, мы можем нагенерить новые отношения. Например, мы можем определить отношения меньше либо равно следующим способом. А меньше либо равно. По определению будет равно, значит, в такой формуле существует z. А плюс z равно b. Правда, мы еще не описали, как это строить, но вот сейчас опишем. То есть мы можем ввести новое отношение между нашими объектами, определив его через старые. И тем самым у нас получится не входящее в сигнатуру отношение между объектами. И, собственно, все формулы теории – это, в общем-то, либо отношения, либо просто какие-то предложения. Например, основная теорема арифметики – это предложение в формализме арифметики Пиано. Предложение не в том смысле, что кто-то кому-то что-то предлагает, а это просто замкнутая формула, которая что-то утверждает про все числа в целом. То есть у нее нет параметров. Ну, значит, что такое формулы? Формулы также строятся рекурсивно, отталкиваясь от некого базового множества. И дальше по некоторым правилам они выстраиваются, такая бесконечная цепочка формул. В общем-то, тоже такое же дерево получается. Во-первых, мы к формулам относим… Да, множество формул мы обозначим fm σ. Во-первых, мы к формулам отнесем все, что получается, когда мы берем предикатный символ какой-нибудь и туда подставляем любой терм. То есть если P – это предикатный символ нашей сигнатуры, причем в валентности n, а, соответственно, что там у нас? t1, tn – это термы, которые построены по этим правилам, то тогда вот такая штука, то есть композиция предикатного символа с термами, является формулой. Тем самым мы определили так называемые атомарные предикаты нашей теории. То есть это все, что получается подстановкой сюда. Например, a плюс b, ну вот a плюс z – это атомарный предикат. Ой, ну, собственно, вот a плюс z равно b – это уже… Это тоже атомарный предикат, потому что он получен из равенства, в который подставлены два терма – a плюс z и b. Правда, мы еще не знаем, что это терм. Точнее, такой псевдотерм. Сейчас я поясню об этом. Значит, дальше. Если у нас есть какие-то формулы a и b, вот большими латинскими буквами мы будем обозначать произвольные формулы нашей формальной системы. Иначе их еще можно понимать как некие булевские переменные, потому что формулы, они могут принимать значение только истины или ложь, по логическим правилам, потому что мы автоматически сюда еще цепляем и исчисление высказываний. Поэтому a и b – это обозначение вот этих таких булевозначных функций. Формулы можно еще рассматривать как булевозначные функции. То есть мы им подали на вход какие-то термы, а на выходе получили либо истину, либо ложь. Значит, если a и b – это какие-то формулы, то тогда формулами же будут и следующие выражения. Отрицание a, конъюнкция a и b, дизъюнкция a и b, импликация. Я их беру в скобки, опять-таки, для того, чтобы, когда мы будем генерить формулы, одну в другую вкладывать вот по такому же принципу, чтобы нам не путаться с приоритетами. Но на самом деле тут тоже всегда есть стандартная, устоявшаяся норма приоритизации, которые говорят, что отрицание имеет самый высший приоритет, так же как умножение, например. Конъюнкция и дизъюнкция – следующий приоритет, дизъюнкция – следующий, и самый слабый приоритет у импликации. Тем самым можно, опять-таки, экономить на скобках, если мы принимаем эти соглашения о приоритетах. Таким образом, мы уже получаем некие простейшие формулы нашей теории, типа… Что мы можем написать? Можем написать типа там A плюс B равно C или A плюс 0 равно D. Вот это будет как раз-таки совершенно правильно построенная формула. Ну, опять-таки, надо брать тут скобочки везде. Неважно, истинная она или ложная, это вообще формула с параметрами. В зависимости от того, что мы вместо A, B, D, C подставим, у нас могут быть разные варианты ответа. Либо истинная, либо ложь. Тем не менее, это правильно построенная формула. Но это еще не все. Дело в том, что в формальных математических системах нам нужны квантеры. Кстати, в языках программирования аналог квантеров, как я уже говорил, это циклы разного вида. Ну, там все конечно, поэтому там, в общем-то, квантер превращается в некий конечный цикл. Хотя цикл while, он там, да, потенциально бесконечный может быть. Итак, следующее, чему мы должны научиться, это делать подстановку связанной переменной вместо свободной. Обычно это записывают следующим образом. Если у нас имеется формула A со свободной переменной A маленькая, ну, вот, например, как и это, то вот таким символом записывают подстановку, когда мы в формуле A все вхождения, именно все вхождения переменной A свободной заменили на переменную X, связанную. То есть, вот, все равно, что здесь я бы вместо A вписал везде X. Но это еще не формула. Дело в том, что пока связанная переменная не замкнута квантером, это не формула. Таким образом, для того, чтобы получить формулу, мы должны это дело замкнуть. Так вот, формулами являются для любого X A, где мы заменили переменную A на X, а также формула существует X A, где A маленькая заменили на X маленькая. Единственное, что здесь требуется при такой подстановке, это чтобы переменная X уже не была бы в формуле A. Потому что, например, мы сделали одну замену, а потом, например, мы здесь захотели бы B. Ну, мы можем вот так вот написать, там, для любого X. Неважно, сейчас верна эта формула или не верна. Мы написали для любого X, X плюс B равно C, X плюс 0 равно D. А потом хотим еще значит, B заменить на связанную переменную и поставить впереди какой-нибудь квантер. Например, существует X. Так вот, если мы B заменим на X и поставим здесь, квантер существует, получится уже не формула, а какая-то ерунда. Существует X такой, что для любого X. Мы не понимаем, как это читать. Это примерно то же самое, что брать там интеграл, скажем, от нуля до X и дальше будет функция f от X по DX. Это такая же по формату формула с замкнутой переменной, со связанной переменной, только вместо квантера используется знак интеграла. Еще бывает знак суммы, еще есть вот такой вот знак. Ну, там типа A плюс X равно C. это тоже своего рода квантер, только как бы терм квантер. Он генерирует нам терм, то есть какое-то число или какое-то множество, а не формулу. Так вот, надо эту замену производить только в том случае, если в формуле еще не было переменной X. Если она уже там была, то лучше пользоваться другой переменной, например, Y, Z или что-то еще, либо выполнить замену переменной под квантером. это позволяет аксиомы исчисления предикатов. То есть, например, вот здесь я заменю X на Y, у меня будет существует Y, A, A замененная на Y. Таким образом, X у меня отсюда ушел, и тогда я могу добавлять новый квантер, где у меня войдет переменная X, которая заменит там какую-то другую, B, C или D, поскольку A маленького там уже не будет. И вот формулы, получается, построены по трем правилам. Это все, что получается непосредственно подстановкой термов в предикаты, в предикатные символы. Далее, это все, что получается логическими связками из других формул. И, наконец, это формулы, перед которыми ставятся квантеры. И тем самым, значит, свободные переменные заменяются на связанные. У нас появляется формула со связанными переменными. Для таких формул, естественно, существует аналогичное дерево разбора. Здесь, помимо операций, потому что у нас есть термы там внутри всегда, поэтому операции тоже будут. Но здесь также будут в узлах стоять еще и вот эти вот связки. Вот унарная связка, три бинарных связки могут стоять. Ну и квантеры тоже будут стоять в этих узлах, как некие новые операторы. Можно отдельно выделить еще оператор замены переменных, но можно считать это как одним актом действия, потому что без квантера это уже не формула. Это какая-то недоформула. Вот. Ну и наоборот. Соответственно, мы можем построить некое дерево разбора, тут накидать логические операции, подставить. Вот тут, кстати, уже будут появляться свободные связанные переменные в листьях. Но они там могут стоять тогда и только тогда, когда где-то выше в каком-то родителе стоит квантер по этой переменной. И, собственно, вся вот эта ветка, которая стоит под квантером, она является областью действия данного квантера. Хотя мы знаем теорему о предваренной форме, о том, что все квантеры можно вынести вперед, произведя некие замены переменных, да, и, в общем, считать всю формулу безквантерной, а квантеры только впереди. Но мы сейчас в это не будем углубляться. Значит, теперь нам надо перейти к тому, собственно, да, вот этот лист – это наша формула. Формула. И вот то, что мы получаем в обычной формальной математической системе, всякие там теоремы, рассуждения, которые мы проводим, все результаты, так сказать, математические, они описываются вот на этом листике номер 1, в котором лежат все формулы, созданные внутри нашей сигнатуры. Формулы бывают разные. Бывают формулы со свободными переменными, бывают формулы без свободных переменных, так называемые замкнутые формулы. Формулы со свободными переменными это что-то вроде функции. То есть у нее есть аргументы A, B, C, D. В зависимости от подстановки туда чего-то, каких-то других термов или констант, мы можем получить разный ответ. То есть это может быть истинно, да, может быть ложным. То, что A меньше либо равно B, например. Вот как раз типичная формула с двумя свободными переменными. Если же мы напишем вот так, вот здесь еще, для любых X и Y, и вот здесь вместо A напишем X, а вместо B напишем Y, у нас свободных переменных уже не будет. Все они будут закрыты квантерами. Получается формула, так называемая, замкнутая. она может быть либо всегда истинной, либо всегда ложной, без вариантов. Поэтому вот в этом куске, в этом пласте, так сказать, бесконечном формул можно выделить некую часть, которую мы назовем связанными, замкнутыми формулами. Замкнутые формулы. Ну, в принципе, это как бы такая тут двойственность возникает, потому что из всех формул вот этих, вообще всех, приписывая спереди квантера, мы будем получать замкнутые. То есть тут получается, что как бы вот эти множества, они более широкое отображается в более узкое, причем однозначным образом. То есть тут как раз работает та самая бесконечность, которую мы знаем из теории множества, что большее множество можно отобразить однозначно в... значит, инъективно отобразить в меньшее множество. Но тем не менее, нам бывают полезны и формулы со свободными переменными, как вот это какое-то неравенство. Особенно, когда мы хотим их куда-то еще внутрь подставить, потому что нельзя что-то замкнуть квантером, если там уже нет свободных переменных. Но работать в теории мы всегда предпочитаем замкнутыми. То есть все теоремы лучше считать замкнутыми. Все аксиомы лучше считать замкнутыми формулами. Ну, почему? Надеюсь, это будет понятно из дальнейшего. Теперь, что мы делаем с этими замкнутыми формулами? Значит, ну вот, хорошо, мы создали такой вот корпус текстов огромный, научились там генерить термы, подставлять их формулы, там что-то понаписали. Вопрос, какое это отношение имеет, так сказать, к некой исследуемой области, например, к натуральным числам? Отношения появятся только тогда, когда мы какие-то из этих формул объявим истинными. То есть, тогда мы сможем поделить все формулы вот так вот, условно пополам, на формулы, которые являются истинными, скажем, и ложными. По закону исключенного третьего, все формулы, они либо истинные, либо ложные. Единственное, что формулы со свободными переменными, там как бы в зависимости от подставленных аргументов, поэтому здесь вот такой пунктир, прям совсем пунктир. Вот. А вот эти мы можем более четко поделить пополам на истинные, ложные. Но все будет зависеть от того, что мы вообще считаем истиной. Вот а равно а, это истина или это ложь? Соответственно, для того, чтобы определиться с понятием истинности в нашей теории, ну, это такая, на самом деле, конечно, псевдоистенность, у нас потом будет еще одна истинность в модели. Вот. Тут, как бы, просьба не путать. Тем не менее, мы можем задать некий список формул, которые мы прямо вот объявляем по закону, да, объявляем некий список формул истинными. И мы его выделяем где-то здесь таким особым цветом, да. Вот эти формулы, мы говорим, вот это истинная формула. Почему мы не берем сразу все, что нам надо, не объявляем истинными? Дело в том, что если мы все, что угодно начнем объявлять истинным, мы можем получить противоречие. Например, мы скажем, что в одном месте в этом списке будет стоять А равно А, истина, а в другом мы напишем А не равно А, тоже истина. Тогда у нас получится просто обычное логическое противоречие. А из противоречия, как мы знаем, вообще следует все, что угодно. И поэтому тогда можно вообще все формулы считать истинными, и тем самым теория перестанет различать истинность и ложность. Вот, так сказать, как говорил Волан, да, без тени невозможно увидеть рельеф. Вот, поэтому для того, чтобы был как бы и свет и тень, нам нужно определиться, выделить как-то, вот как мы будем строить эти самые истинные формулы. И чем меньше будет вот этот базис, который мы объявляем истиной, тем нам проще будет верифицировать то, что мы не столкнемся с противоречием. То есть базис должен быть максимально экономный. Вот, как требовал Гильбер, аксиоматика, она должна быть непротиворечивой, и чем меньше там аксиом, тем это легче установить, да, и желательно, чтобы все аксиомы были независимы. Это тоже важное требование, потому что если они начинают как-то друг на друга влиять, зависеть, еще что-то, мы перестаем контролировать, что у нас потом производится из этих аксиом в дальнейшем. Мы можем случайно сузить область, которую мы делаем истиной, например, вообще все свести к противоречию. Мы можем случайно расширить истинность просто до всех форумов, как я говорил до этого. Поэтому лучше, чтобы аксиоматика была не только непротиворечивой, но и чтобы все аксиомы были друг от друга независимы. Это, так сказать, в идеале. Конечно, самый идеал, как я уже ранее говорил, это такой случай, когда вот этот независимый аксиоматический базис, он еще и породит все формулы таким образом, что они будут либо истинны, либо ложны. То есть мы в нашей теории сможем доказать любую из этих формул, либо сможем опровергнуть любую из этих формул, доказать ее отрицание. И тогда у нас понятие истинности, оно станет, так сказать, истинным. У нас действительно все формулы, ну, замкнутые формулы, я имею в виду, конечно, разобьются строго пополам на истинные и ложные. К сожалению, мы знаем, что это далеко не так, потому что есть теоремы, которые недоказуемы в аксиоматике. Но, кстати говоря, когда мы вводим модель, то там есть так называемые теории, которые состоят из всех истинных в данной модели теорем. Вот там мы уже не скупимся, так сказать, на аксиоматический базис и просто вообще все, все, что там истинно, объявляем аксиомами. Но это такой технический момент работы с моделями. Итак, как вводится, собственно говоря, вот этот вот аксиоматический базис, или теория. По теории обычно в матологике подразумевается именно список аксиом, то есть вот этот вот желтый сектор. Аксиомы вводятся следующим образом. Во-первых, мы должны вспомнить о том, что у нас есть логика высказывания или исчисление высказываний. И воспользоваться ею для того, чтобы получать аксиому. То есть все, что истинно в логике, естественно, должно оставаться истинным и в любой математической теории. Иначе у нас теряется связь между логикой и математикой. Это уже было бы очень странно. Значит, аксиомы. Поэтому аксиомы делятся на два вида. Бывают аксиомы логические, те, которые мы унаследовали из логики. И бывают аксиомы нелогические. Это те, которые мы хотим вот для данной конкретной теории задать. Значит, логические аксиомы они генерятся следующим образом. Во-первых, мы из логики высказывания берем все возможные тофтологии и подставляем туда вместо булевских переменных вот этих вот А и Б подставляем все наши формулы. Все замкнутые формулы. Вот тут мы тоже не скупимся. Значит, зная, что тофтология она не выводит за рамки истинности. То есть, если он, ну, например, вот известна тофтология А следует А. Чтобы вместо А мы здесь не подставили ноль или единицу, мы всегда будем получать единицу. Это тофтология. Поэтому, соответственно, какую бы мы не подставили сюда функцию, у которой значения могут быть тоже только истинные или ложные, мы тоже будем получать даже неважно с параметрами там формула, без параметров, никакой разницы нет. Это будет всегда тождественная истина. То есть, например, если я напишу А меньше либо равно Б, следует А меньше либо равно Б, ни у кого не вызовет сомнений, что это действительно истина. Вот. Но, значит, аксиомы мы считаем только замкнутые формулы, поэтому мы говорим, что все, что получается из тофтологии подстановкой туда замкнутых формул нашей сигнатуры, это все является, все относится к аксиомам в нашей формальной системе. Запишем это так. Примеры подстановок в тофтологии. Примеры, почему? Потому что мы берем какую-то конкретную тофтологию, которых у нас счетное множество, берем какую-то конкретную формулу, замкнутую в нашей сигнатуре, точнее, набор формул, в зависимости от того, сколько там тофтологии переменных. Подставляем их туда, и получается некая новая формула, которая вот по этим правилам будет построена, значит, это тоже формула из нашей системы, и объявляем ее аксиомой. Понятно, что их получается счетный набор, причем он строится из двух счетных наборов, которые мы композируем между собой, но тем не менее, каждый экземпляр называется примером подстановки в тофтологии. Поэтому все это мы объявляем аксиомой. Но нам этого мало, потому что вот такие такого рода формулы не включают в себя квантеры. Поэтому мы еще вводим аксиомы для квантеров. Аксиомы имеют такой вид. Для любого x a от x следует a от t, где t в произвольный терм. И второе. Если для какого-то терма выполнилась a от t, тогда мы говорим существует x a от x. Значит, тут важно понимать, что здесь имеется в виду, что t это любой терм, где t давайте любой напишем. Любой. А здесь мы напишем, где t некоторый терм. Некоторый терм. Смысл аксиом понятен, что если мы доказали, что a для x для любого x верно, для любого объекта эта формула верна, то тогда можно любой терм туда подставить и будет верное утверждение. Это нам увязывает, так сказать, формулы с переменными и формулы от термов, когда можно подставлять терм. Тем самым мы говорим, что у нас действительно переменные пробегают все объекты нашей теории, а объектами являются как раз термы. Правильно построенные термы. И наоборот, если мы нашли какой-то терм, который засвидетельствовал нам формулу а, в таких случаях называют константу или терм, то значение переменной, при котором формула стала истиной, ее называют свидетелем. Если мы нашли какой-то терм, который нам засвидетельствовал истинность формулы а, то мы говорим, что существует такое x, при котором выполняется а от x. Здесь уже терма нет, здесь переменная, но зато у нас есть квантер при этом. Вот такие формулы, они увязывают квантеры, переменные и терма. Причем, надо сказать, что вот эта фраза, где t, любой терм, она находится в нашей мета-теории. Она не относится к формализму, который мы изучаем. И это надо всегда различать, что вот есть тексты, которые лежат в нашем формализме, а есть наши рассуждения, наши какие-то требования, которые находятся вне этого формализма, а именно в нашей теории, с помощью которой мы изучаем данный формализм. Значит, вот это вот логические аксиомы. Да, конечно, надо не забывать, что, во-первых, а это должна быть правильно построена формула в сигнатуре сигма. Во-вторых, здесь на самом деле стоит подстановочка, то есть, правильнее было бы так вот написать. Вместо переменной свободной а мы подставляем свободную переменную х. И тогда здесь, говорим мы, мы должны вместо той же самой свободной переменной а подставить конкретный терм из нашей теории. Вот. Только тогда это будет вот прям совсем грамотно-грамотно построенная аксиома. На самом деле это, конечно же, получается не одна аксиома, это получается для каждой формулы а, в которой есть свободная переменная а маленькая, мы можем такую штуку проделать. Ну, записать такую аксиому. И, конечно же, для того, чтобы вот эти аксиомы тоже были замкнутыми формулами, как мы хотим, чтобы это все сюда помещалось, мы должны сказать, что здесь стоят еще квантеры для любого B1 B1 Б, B, где B1, BN это все остальные свободные переменные формулы То есть мы а уже поюзали, мы заняли. А все остальные мы просто вот так вот занумеровали. Понятное дело, что их там конечный набор. И потом все это дело замкнули. И я здесь опять делаю ошибку, потому что под квантером может стоять только связанная перемена. То есть на самом деле имеется в виду, что я все остальные переменные b1, bn заменил на связанные y1, yn. И вот эти уже y поставил сюда. Но опять-таки к вопросу об исключениях в языке. Мы упрощаем себе жизнь тем, что сюда подписываем под квантер свободные переменные. Но надо держать в голове, что это все сводится к нашим правилам. То есть это все можно погрузить в тот формализм, который я вот здесь описывал. Иначе бы это просто все не работало. То есть есть некая произвольность, но произвольность в рамках правил все равно. Так. Ну на этом заканчиваются логические аксиомы. И мы их, наверное, выделим как-нибудь там еще. Каким-то цветом. Вот пусть вот этот пласт. Это этот этаж, нижний, так сказать, цуковый этаж нашей теории. Это все логические аксиомы. Мы их всегда цепляем автоматом к любой формальной системе. Ну к любой формальной теории, когда мы делаем формальную теорию. Я думаю, что в языках программирования есть что-то аналогичное. Потому что там мы генерируем разные тоже термы. Мы там всегда что-то вычисляем. Но там есть некие соглашения, когда что-то производится по правилам одинаковым для всех языков программирования. Ну может быть это явно нигде не прописано. Но просто сама конструкция компьютера это предполагает, скажем так. Дальше, собственно говоря, нам надо перечислить, ну ввести понятие нелогических аксиом. Но с ними как раз все гораздо проще. Нелогические аксиомы это... Это просто некое подмножество вот здесь, в замкнутых формулах, в нашей сигнатуре. Это подмножество Т в ФМ сигма. И я вот так вот обозначу, как в вещественных числах обозначают. Это не замыкание множества всех формул. Это просто часть этого множества, а именно замкнутые формулы из нашей сигнатуры. Укажем явно, что это часть множества ФМ сигма. То есть просто берется некий список оттуда и все. Ну как я говорил, желательно, чтобы они были независимы. Желательно, чтобы их было как можно меньше. Чтобы их проще было анализировать. Желательно, чтобы они не приводили к противоречию. Чтобы любая конечная конъюнкция из них не была бы противоречием. И вот именно нелогические аксиомы и принято называть теорией в данном формализме. В данной сигнатуре. Например, если мы вспомним арифметику Пиано. Там у нас были такие аксиомы. Значит, первое это аксиомы равенства. Значит, вот я опять буду записывать аксиомы как незамкнутые формулы. Хотя я сам потребовал, чтобы эти формулы были замкнутые. Для чего? Ну потому что так просто короче. Вот я пишу а равно b. Ой, ну давайте так. А равно b и b равно c. Отсюда следует а равно c. А равно b. Следует b равно а. И а равно а. Строго говоря, это не аксиомы. Почему? Потому что здесь стоят формулы со свободными переменными. На самом деле нам надо было бы вместо свободных переменных здесь подставить. Связанные и замкнуть это дело все квантерами. То есть вот эта аксиома последняя, она бы выражалась так. Для любого х. Х равно х. Ну тут просто больше символов получается. И мы опять-таки пользуемся некими условностями. Так же как с приоритетами операции и скобками. И пишем это все в виде формулы со свободными переменными. Но на самом деле подразумеваем, что они замкнуты по всем своим переменам. Это стандартные аксиомы равенства, говорящие нам о том, что равенство является отношением эквивалентности. Но мы помним, что на самом деле равенство – это не просто отношение эквивалентности. Равенство должно нам говорить, что замена равного на равное всегда приводит... Всегда должно сохранять истинность формул. И должно приводить к равным термам. Поэтому мы от равенства еще требуем... Вот конкретно в арифметике пиано мы требуем, чтобы... Что если а равно b и c равно d, то тогда выполняется следующее. А плюс c равно b плюс d. Вот мы а на b на равное заменили, c на d. А умножить на c равняется b умножить на d. И s от а равняется s от b. В произвольной формальной теории, естественно, помимо... Ну, то есть мы должны вместо вот этих вот конкретных плюс умножить s подставлять эти самые функциональные символы. Для всех функциональных символов это должно работать. Больше того, здесь переменные можно заменить на произвольные термы, потому что у нас есть вот такая аксиома. Поскольку на самом деле эти аксиомы замкнуты, как я говорил, кванторами. То есть там впереди стоит квантор. И из этих аксиом будет следовать, что любую переменную здесь можно подменять на любой терм. То есть вместо а можно подставить любое сложное арифметическое выражение. Если оно равно b, то значит равенство сохранится. И таким образом у нас получается то, что называют в школе тождественными преобразованиями. Вот. Ну и помимо того, если у нас еще есть какие-то предикаты в теории, помимо равенства, то надо требовать, чтобы еще и эти предикаты сохраняли истинность при подмене равна на равну. Но это так называемые общие требования к равенству в любой математической теории. Более того, эти аксиомы, которые нам указывают, как ведет себя равенство, их можно даже не относить к аксиомам теории, а считать их тоже логическими аксиомами. Ну так, около логическими. Потому что как только у нас в сигнатуре появляется равенство, мы сразу автоматом считаем, что оно подчиняется этим правилам. То есть это отношение эквивалентности, которое не приводит к смене значений термов и формул при замене равных на равных. Ну и, наконец, основной блок аксиом именно арифметики Пиано. Это уже вот такие содержательные аксиомы, которые нам говорят о том, как все-таки связаны между собой вот эти вот базовые наши предикаты и функции. Ну и константы тоже. Это, во-первых, аксиомы для S. Как я говорил уже, значит, во-первых, S, A никогда не равно нулю. Тут я опять пользуюсь сокращениями, опять выбрасываю квантер. Во-вторых, если у нас S от A равно S от B, то тогда A равно B. Это вот уже антипод аксиомы равенства в обратную сторону. Если у нас... Ну, как бы, по сути, это означает инъективность вот этого унарного функционального символа. Дальше мы вводим рекурсивно сложение и умножение. А именно мы говорим, что A плюс 0 это A. A плюс S от B это S от A плюс B. A умножить на 0 это 0. A умножить на S от B это A умножить на B плюс A. Ну, мы S понимаем просто как B плюс 1. S от B это B плюс 1. Раскрываем скобки, получаем вот так. Получается такая аксиома. Опять-таки, все замыкаем квантерами. И четвертое это аксиома индукции. Точнее, схема аксиома, опять-таки. Потому что в аксиомах индукции мы получаем бесконечную серию аксиом, которые получаются из формул со свободными переменными. Но я не буду выписывать. Мы это разбирали уже в прошлый раз. Как выглядит индукция. Но главное то, что туда подставляется формула, в которой есть хотя бы одна свободная переменная, вместо которой подставляются вот эти вот 0, x, x плюс 1. И потом она еще вся замыкается по всем остальным свободным переменам. Она вот так же замыкается квантером всеобщности. Это получается, если приходится замыкать по дополнительным параметрам, то это получается индукция с параметрами. Но ничего тут сложного нет. Собственно, и вот получается такой перечень. И вот можно привести пример. Например, теория групп, например, она гораздо проще, чем арифметика пиано. Там всего одна операция. Там есть единичка. Указываются свойства этой единички. Указывается то, что операция ассоциативна. Что единица является нейтральным элементом. И что есть обратный элемент для каждого элемента. И все. Там уже нет никакой индукции и так далее. Но мы знаем, что есть арифметики более простые. Например, арифметика Ку Робинсона. Есть еще более другие арифметики, в которых вообще нет индукции. И тем не менее, прекрасно они себе существуют. Что-то умеют доказывать. Кстати, в качестве упражнения можете проверить, что термами арифметики пиано это многочлены от переменных и констант. Ну, точнее, полиномы. Потому что там разные могут быть. Ну, давайте так напишем. Многочлены. От Констант И Этих самых свободных переменных. Ну, то есть выражение типа там А в квадрате плюс Б Икс там плюс С А, ну, Икс быть не должно, потому что мы их только под кванторами вводим. Да, вот Иксов там не должно, поэтому там только константы и, соответственно... Вот. Да, для арифметики пиано еще есть такое обозначение для нумералов. Значит, во-первых, что такое нумерал? Нумерал – это обозначение натурального числа в данном формализме. Что такое натуральные числа в данном формализме? У нас есть одна всего константа, но зато у нас есть оператор-последователь. И вот все, что мы с его помощью можем догенерить, это обозначение натуральных чисел, собственно говоря. Или нумералы. То есть это 0, это S от 0. Скобки я выбрасываю опять же. SS от 0, SSS от 0. И так далее. И обычно вот эти штуки обозначают следующим образом. Это есть N подчеркнутое, где N – это количество букв S в данном терме. Ну, просто для упрощения записи. Чтобы каждый раз не делать вот так вот, где S встречается N раз. Мы просто пишем N подчеркнутое. Это будет обозначение нумерала. То есть нумерал – это в нашей формальной системе обозначение для натурального числа. Это еще как бы не само натуральное число в нашей мета-теории, а просто его значок. Ну, вот так вот будем использовать. То есть, например, там 3 подчеркнутое – это SSS 0. Вот так. А 0 подчеркнутое – это сам 0 и есть. Ну, это уже такая конкретика про арифметику пиано. Мы скоро к этому делу перейдем. Значит, ну хорошо. Вот нелогические аксиомы мы задали вот здесь, на втором этаже. Наверное, можно их как-то пометить еще. Вот так. Мы постарались выбрать компактный набор какой-то. Их достаточно немного, вот в частности, в арифметике пиано. Вопрос – а как получить вот все остальные истинные, так сказать, утверждения здесь, в нашей теории? Мы же хотим, чтобы помимо всего мы что-то новое еще узнавали о той предметной области, которую мы описываем. Для этого есть правила вывода. Эти правила, по сути, являются некой машиной, которая из аксиом по строгим правилам производит новые истинные утверждения. Вот вывод хорош тем, что он сохраняет истинность. Если мы стартовали, если мы на вход ему подали какой-то набор истинных формул, то и на выходе мы тоже получим набор истинных формул. Если мы подали какую-то чушь, то и на выходе тоже. Как говорил фон Нейман – чушь на входе, чушь на выходе. То есть это некая машина. Эта машина выглядит достаточно просто. Есть всего три правила, которые нам позволяют переходить от одних истинных формул к другим. Общий вид правила вывода таков. Нам дали несколько формул, которые перечислены через запятую. Можно считать, что это множество. Просто взять фигурные скобки – это некое множество формул. То есть из ФМ мы просто взяли конечный набор формул. Ну и, конечно, лучше считать, что они замкнутые все, потому что мы стартуем от замкнутых формул. Хотя, с другой стороны, у нас есть формула, которая позволяет переходить к незамкнутым. Вернее, аксиома. Подстановка каких-то термов. А в термах могут содержаться свободные переменные. Поэтому могут появляться, в принципе, свободные. Но в целом это выглядит так. Нам дали какой-то набор формул, который считается истинным. Либо по праву аксиоматике, либо просто потому, что мы перед этим уже его доказали. И говорят нам, вот тут еще стоит формула B, которая, если есть истина, то и вот эта формула будет истиной. Понятное дело, что у них есть какая-то внутренняя органическая связь. Просто так нельзя тут от балды любую формулу написать. Но просто в целом конфигурация выглядит так. Это некий шаг программы доказательства. И, значит, какие бывают правила вывода. Во-первых, это modus ponens. Выглядит он следующим образом. Если мы уже доказали, а и а следует b, то тогда b. То есть, например, мы доказали... Ну, среди аксиом у нас есть аксиома выбора. Мы из аксиомы выбора вывели... Мы доказали, что из аксиомы выбора следует теорема Цермела. Тогда говорим мы... Теорема Цермела является теоремой в нашей теории. Потому что аксиома выбора является аксиомой нашей теории. Вот как-то так это работает. Понятное дело, что это тоже схема. То есть, вместо а и b можно подставлять любые формулы. Желательно замкнутые. Ну, в принципе, ничто не мешает и незамкнутые формулы здесь использовать. И это... Это правило, оно работает... Ну, как бы бескванторное. Если там сидели кванторы, они так и будут сидеть. Если их не было, то они не появятся. И нужны еще два правила, которые позволяют вводить кванторы. Чтобы можно было... Здесь вот мы как бы... Просто показали некие импликации, ввязывающие кванторы и подстановки термов. А есть еще аксиомы, которые позволяют квантор ввести. Аксиомы имеют следующий вид. Это так называемое правило Бернайса. Значит, если у нас есть импликация А следует Б, то мы можем сказать, что из А следует для любого Х Б. И вот тут мы пропишем явно замену свободной переменной Б на Х. И второе. Если из Б... Значит, это не конъюнкция правил. Это просто два независимых правила. Я могу здесь... Давайте так и сделаем. Напишем другие буквы, чтобы не путать. Значит, если из С следует Д, то тогда из С из существует Х С. И здесь я заменяю С на Х следует Д. Ну, понятное дело, что для любых ситуаций это не применимо. А применимо это в следующих случаях. Здесь надо указать опять на так сказать входит или не входит куда-либо какая-то переменная. Так вот. Во-первых, Х не должен входить ни в одну из этих формул. Чтобы не было коллизии переменных. Х не входит ни в А, ни в Б. Я вот так пишу. Опять-таки, имеется в виду, что я нахожусь в метатеории, и мне позволено все. Я могу писать что угодно. Но можно это переписать на языке программирования. Х не является подстрокой. Причем не просто подстрокой, а подстрокой, которая стоит на аргументном месте. И здесь, соответственно, Х не входит в С и Д. Но самое главное, вот эта переменная Б, которую мы потом поменяли на Х, ее не должно быть в А. То есть мы вот здесь вот напишем, что Б не принадлежит А, а вот здесь вот С не принадлежит Д. Вот это самое главное условие в правилах Бернайса. Что это означает? Мы взяли какую-то аксиому. В ней нет переменной Б. Ну, потому что там вообще нет свободных переменных Б. Что-то из этой аксиомы вывели с переменной Б. Ну, вот хотя бы вот такое вывели. Вот. У нас тут появилась переменная Б. Тогда говорим мы. Ну, раз это вывелось для любой, для любого значения Б, значит, это значит, это можно вот так переписать, что из А следует для любого Х Б от Х. Вот это просто обычно наше рассуждение, когда мы говорим, что пусть Н произвольно-натуральное число. Поехали там что-то выписывать и доказали, что Н всегда раскладывается по степеням простых. Основную теорему арифметики. Тогда говорим мы для любого Н Н раскладывается по степеням простых. То есть мы можем это переписать в виде квантера. По сути, это означает в общем-то определение того, что такое квантер. То есть, если от переменной Б тут ничего не зависит в этом выводе, то мы можем сказать, что для любой Б это верно. То же самое здесь. Если мы из С вывели Д, при этом в С была переменная С, а в Д ее не было. то есть мы вывели что-то, что значит не не ну как бы в Д нет С, от которой что-то зависит. Тогда говорим мы, ну раз мы при некотором С это получили, то можем сказать, что существует С, при котором выполняется такое следствие. Это тоже по сути определение в общем-то что такое квантер. Если мы при каком-то терме доказали, значит можем написать существует X такой, что С от X. Ну и вот вот эти вот правила, всего три modus ponens и правила Бернайса позволяют нам генерить то, что называется теоремами. А именно ну давайте так, ведем определение выводом в нашей теории Т даже не в теории Т, а вообще формальным выводом называется вот формальный вывод это набор формул А0 и так далее АН вот такой ну просто некий конечный набор формул где каждая из формул либо является аксиомой причем мы сейчас не уточняем логической нелогической какой-то аксиомой может быть у нас теория пустая и вот этой надстройки из нелогических аксиомов вообще нет то есть мы в чистом вычислении предикатов находимся неважно вот у нас есть какой-то набор аксиомов значит либо каждая из этих формул либо она является аксиомой либо она получена из предыдущих значит А ИТ ЛИБО АКСИОМО ЛИБО АИТО получена из А0 и так далее АИ-1 то есть из предыдущих формул не обязательно из всех но вот из этого из подмножества скажем так вот этих формул по правилам вывода то есть по сути можно было так написать либо А0 АИ-1 подчеркнуто АИТ вот так хотя здесь лучше было бы написать там существует подмножество вот в этом наборе формул но просто правило вывода таковы что мы можем тут дописать любое количество формул на самом деле и оно сохраняется при этом все равно если только конечно эти формулы не будут противоречить предыдущим но поскольку они тоже выведены из АКСИОМ то как бы мы считаем что это все непротиворечиво по крайней мере в той степени в которой АКСИОМАТИКА непротиворечива вот и соответственно если у нас имеется вывод а вывод у нас отправляется от некоего базового множества формулу которую мы назвали АКСИОМАМИ то мы можем ввести такое отношение на между формулами и множествами формул если у нас есть некое подмножество Т ну мы можем считать его АКСИОМАТИКА и можем просто считать каким-то подмножеством значит в этом самом в замкнутых формулах да и если есть формула А которая получена в результате вот этого вывода если существует вывод А0 АН такой что АН это А А все вот эти формулы это либо логические аксиомы либо формулы из набора Т либо полученные по правилам вывода тогда мы пишем Т выводит А вот получается такое отношение между набором формул и одной формулой и вот это отношение штопора оно это как раз и показывает то что у нас имеет место вот такой вывод правильно построен то есть по правилам вывода мы это все получили значит если мы в этом выводе вообще не использовали формулы множества Т нелогические аксиомы точнее не использовали по сути Т было пустым тогда мы просто говорим что А выводимо имеется ввиду что среди аксиом были только аксиомы расчисления предикатов ну вот ну то есть те самые примеры подстановок и значит две аксиомы с квантерами тогда мы упрощаем себе жизнь здесь ничего не пишем потому что по Т мы обычно подразумеваем какие-то предложения которые все-таки лежат вне вот этого первого базового этажа который у нас вообще всегда есть вот тем самым это тоже своего рода сокращение ну и соответственно если Т это теория то есть например там список аксиомы арифметики Пиано то мы говорим что в арифметике Пиано выводимо формула А потому что мы можем у нас этот значок он относится как бы и к сигнатуре и к наборе аксиомы арифметики Пиано и мы можем сказать что в ПА выводимо и вот формула А это например будет основная теорема арифметики ну вот это означает что существует вот такая цепочка она может состоять там я не знаю из миллиона шагов вот но это конечная и строго проверяемая на каждом шаге цепочка переходов от исходных формул к каждой следующей формуле на этом шаге в общем-то доказательства компьютерные которые сейчас активно развиваются в мире они как раз основаны на исчислении высказаний правда не на гильбертовском вот мы мы описали гильбертовское исчисление высказаний обычно используются другие исчисления типа там секвенциального или что-то еще они просто получаются более экономные по вычислениям а так в принципе если бы у нас был более шустрый компьютер мы могли бы и гильбертовское исчисление высказываний тоже использовать для получения теорем и сами математики именно гильбертовским то всегда и пользуются когда доказывают теорема ну вот что можно сказать про это отношение выводимости ну обычно говорят что а это теорема если т это теория то есть если мы решили что наш набор формул это теория что это теория да ну то есть она имеет какой-то сократный смысл типа арифметики пиано или зтфц тогда мы говорим что а это теорема ну то есть такая вот связка между словами теория и теорема ну этого отношения есть главное свойство которое называется теорема о дедукции она выглядит так если из множества формул t выводима импликация а следует b то точнее тогда и только тогда когда из вот такого множества формул выводима формула b ну предполагается что а и b замкнутые формулы чтобы тут не косячить с определением аксиоматики вот хотя в принципе если там от подстановки в свободный период ничего не зависит то можно считать что и значит не только замкнутые формулы говорит она то что по сути доказать импликацию в системе аксиом t это все равно что в расширенной системе аксиом доказать формулу b опять таки пример с аксиомой выбора да если t это у нас теория zf стандартная а это аксиома выбора а b это теорема цермела да то мы говорим что в zf верна импликация из аксиомы выбора следует теорема цермела ну на самом деле и говорить на сторону сейчас не об этом то в теории zfc вот это уже получается zfc теорема цермела является действительно теоремой то есть она вот доказуема в теории zfc и это тогда и только тогда и здесь надо обратить внимание выделю красным что вот эта эквиваленция это запись на уровне мета языка то есть это не значок из нашего формализма в формализме находятся только вот эти вот две части а то что их связывает это уже утверждение нашей вышестоящей теории с которой мы наблюдаем за вот этим вот массивом текстов состоящим из формул вот это надо всегда четко отслеживать когда вы работаете с модлогикой с формальными системами что нельзя забывать где у вас текст из изучаемой формальной системы а где у вас значки обычные математические значки означающие какие-то логические выводы на уровне мета теории ну и под конец несколько определений значит мы говорим что формула а не зависит от теории т а не зависит если в теории т нельзя вывести а и нельзя вывести отрицание а кстати когда в т выводится отрицание а то есть не а является теоремой то говорят что а опровержимо ну это естественно такая терминология так вот когда не доказуемо и не опровержимо то а называется независимой от теории т противоположный вариант этой ситуации это когда в т можно вывести а и можно вывести не а тогда у нас все плохо фейл у нас получается что в теории т выводимы противоречия теория т называется противоречивой соответственно непротиворечивая теория это та в которой ложь вывести нельзя по определению непротиворечивая теория обозначается кон т ну это такой получается как бы унарный предикат на множестве теорий. Мы уже опять находимся сейчас в мета-языке и говорим что-то про свойства разных формальных теорий. Но, строго говоря, совместность теории Т, именно вот это вот обозначение называется совместность теории Т, означает, что у теории Т есть модель. Но мы чуть позже продемонстрируем теорему, которая показывает, что наличие модели и непротиворечивость это одно и то же. Это теорема Гёделя. Поэтому непротиворечивую теорию можно вот так обозначать, что она совместна. Ну и, наконец, теория называется полной. Теория полна. Как где-нибудь... Давайте здесь напишем. Теория полна, полна, если в ней любая замкнутая формула это ее же собственные сигнатуры либо доказуема, либо опровержима. Полная, если для любой замкнутой формулы сигнатуры сигма Т выводит А или Т выводит не А. То есть, вот все, что мы тут можем понастроить выводы из вот этого нашего блока аксиома, они ведут к истинным формулам. Причем из них можно выводить и формулы с параметрами, да, всего вот той самой аксиомы. Получается, что мы в полной теории мы вот таким образом получим все истинные формулы. И больше того, все ложные мы получим как их отрицание. То есть, вот переход сюда получается с помощью отрицания. Ровно пополам просто разделим все формулы либо истинные, либо ложные. Ну, кроме формул с параметрами, где параметры являются существенными, конечно же. То есть, вот там меньше либо равно, это вообще не может быть, так сказать, недоказуемой, неопровержимой, просто потому, что здесь в зависимости от параметров меняется истинность. Поэтому всегда, лучше, конечно, всегда говорить о замкнутых формулах в данном случае. Более того, если у нас формула не из нашей сигнатуры, например, мы тут использовали какой-то символ, которого нет в сигнатуре, может оказаться, что она невыводима, потому что мы этот символ не определили в этой теории. Тогда это не считается неполнотой теории, потому что какая-то залетная формула у нас образовалась. Так что полнота обязательно определяется через замкнутые формулы той же самой сигнатуры, в которой задана аксиоматика этой теории. Ну и примеры полных теорий приведем. Как мы знаем, арифметика пиана не полна. Например, теорема Гудстейна является независимой. Потом мы построим еще один пример независимой формулы. А полные теории во-первых, это элементарная геометрия Тарского. Элементарная геометрия Тарского хороша тем, что она полностью описана в языке первого порядка. Там всего 11 аксиом. Она даже проще, чем аксиоматика пиана выглядит. Там никакой индукции нет. Она является полной. То есть любая формула в этой геометрии либо доказуема, либо прорежима. Любая замкнутая формула. Второе. Это теория алгебраически замкнутых полей характеристики 0. Алгебраически замкнутые поля характеристики 0. Стандартный пример это множество комплексных чисел с операциями сложить-умножить. Алгебраическая замкнутая означает, что любой многочлен имеет корень. А характеристика 0 означает, что 0 нельзя получить как конечную сумму единиц в этой теории. Ну, там есть эквивалентные еще определения. Можете посмотреть. Третье. Это вещественно замкнутые вещественно замкнутые линейно упорядоченные поля. Тоже характеристики 0. Вещественно замкнутые означают, что любой многочлен нечетной степени имеет корень. Линейно упорядоченность означает, что операции поля согласованы с порядком. Ну и опять характеристика 0. То, что 0 не получается как сумма единиц. Типичный пример R с операциями плюс умножить и порядком. А здесь у нас C с операциями плюс умножить. А, и там еще константы надо заводить. 0, 1. И здесь тоже соответственно 0 и 1 константы. И еще такой пример это теория плотных линейных порядков без первого и последнего элементов. линейные порядки плотные без минимума и максимума. Типичный представитель. Вот. И насколько я помню вообще все эти теории они эквивалентны элементарно эквивалентны вот этой теории. Значит Q с порядком. Тут очень важно что плотные это когда между любыми элементами найдется третий и нет минимума и максимума это тоже типа плотности только там между бесконечностью и любым числом всегда найдется еще какой-то. Вот. Ну вот такие незатейливые теории многих иногда почему-то смущаешь. Почему там алгебрически замкнутые поля характеристики 0 это полная теория что там можно любую замкнутую формулу либо доказать либо опровергнуть. Но тем не менее это так. И дальше мы уже перейдем к понятию модели. Здесь вот уже появились у нас обозначения для моделей. Но в общем собственно говоря пора к этому переходить. Так. Поговорим теперь о моделях формальных теорий. Значит предположим что у нас есть некое множество m и мы на этом множестве m можем рассматривать разные отношения функции. Вот. Мы можем так условно обозначить пусть у нас f пусть p это множество всех отношений на m отношения на m напоминаю это подмножество в прямом произведении m на себя несколько раз. а f красивая это у нас будет множество всех функций на m опять-таки даже давайте скажем что это не функции а операции сразу оговоримся операции то есть это функции от нескольких аргументов пробегающих множество m и принимающих значения в множестве m то есть отношения имеют вид вот такой это подмножество m а функция имеет вид из m в m где n это какое-то натуральное число если n равно нулю то функцию можно считать константой значит и давайте теперь вспомним что у нас есть сигнатура в которой у нас имеются константы предикатные символы и функциональные символы и пусть у нас есть некоторая функция мю которая задана на вот этих трех множествах то есть ее область определения это объединение этих трех множеств и она работает там следующим образом значит множество всех констант сигнатуры сигма то есть значков каких-то для констант она переводит в само множество m то есть константным символом ставят в соответствии какие-то элементы множества m далее множество предикатных символов она переводит в p ну то есть в множество всех отношений причем с сохранением валентности обязательно то есть если я вот здесь поставлю n то есть возьму только предикатные символы валентности n то и здесь я беру соответственно тоже предикатные символы валентности n точно так же можно доопределить как мы все это определяли дальше ну и наконец все функциональные символы она переводит ставит им соответствие какие-то функции из но что f красиво точно так же с сохранением валентности то есть какое количество аргументов у этого функционального символа такое же количество аргументов у функции которая ему соответствует Тогда, говорим мы, вот эта функция μ называется интерпретацией нашей сигнатуры в множестве m. То есть определение такое получается. μ это интерпретация сигнатуры σ на множестве m. Ну, далее мы можем взять области определения вот этого отображения, сразу же обозначить, да, то есть, скажем, область, все значения, да, вот, которые принимает μ на предикатных символах, это же какие-то предикаты, то есть отношения на множестве m, мы это множество обозначим, то есть образ пред-m. Ну, и, соответственно, функциональные символы переходят в множество функ m. Вот, то есть, короче говоря, у нас имеется некое соответствие, не обязательно взаимно однозначно, но как бы вот мы, значит, что-то поставили в соответствие. Тогда у нас возникает на множестве m некая структура математическая, а конкретно алгебраическая структура, потому что это у нас имеется множество соотношениями и функциями, а точнее даже операциями. Вот, то есть у нас возникает некая алгебраическая структура, мы ее обозначаем m красивая, и мы говорим, что вот это вот m красивая, есть не что иное, как модель сигнатуры сигма. Модель сигнатуры сигма. Ну, конечно же, просто промоделировать вот эти символы, отобразить в какое-то множество, это ничего не значит. С этим надо что-то уметь дальше делать, и мы дальше это делаем. А именно, мы знаем, что каждый терм и каждая формула, заданная в сигнатуре сигма, они имеют некое дерево разбора, то есть мы знаем, как они устроены, строятся через базовые вот эти вот понятия. Ну, и, соответственно, мы можем все то же самое проделать уже теперь в данной алгебраической структуре, просто повторив, ну, глядя на дерево разбора какой-то формулы или терма. То есть, например, был у нас там терм a плюс b в сигнатуре, соответственно, мы можем взять и написать сложение в какой-то модели, если оно у нас там задано, например, сложению в сигнатуре сигма, даже можно так вот явно написать, пусть ему соответствует какая-то функция от двух переменных, ну, например, умножение действительных чисел. Почему бы нет, да? Тогда, соответственно, вот этому терму будет соответствовать умножение a на b. Единственный момент здесь надо еще сказать о том, что у нас в сигнатуре были переменные. Вот, я напоминаю, у нас были, значит, свободные переменные, a, b, c, d и так далее. И связанные переменные x, y, z, которые мы еще обозначали там с индексами x0, x1, x2 и так далее, а свободные v0, v1 и так далее. Их тоже надо сопоставить переменным, переменным же тоже, в модели m. И вот сопоставление переменных тут обычно делается так. Сопоставляют один в один. То есть, если была переменная a в сигнатуре сигма, то и в модели мы тоже берем, в интерпретации мы берем, соответственно, переменные с теми же обозначениями. Но, конечно, смысл у них при этом другой. Почему? Потому что здесь это были просто значки для обозначения переменных, а здесь это переменные уже, так сказать, в теории множеств, которые имеют ограниченную область действия. Вот тут надо принципиальную разницу понять в том, что если у нас была в сигнатуре сигма переменная a, мы ей поставили в соответствии некоторую переменную a, скажем так, m, которая в модели m находится. Имеется в виду, что эта переменная имеет право принимать значения только из множества m. То есть, всякий раз, когда мы рассматриваем формулу с интерпретациями переменных, мы должны помнить о том, что эти переменные не могут выходить за рамки множества m. Поскольку мы это все погружаем на самом деле как бы в формализм теории множества, а в теории множеств есть только один вид переменных. Это переменные, опробегающие все множества вообще. И тут надо не путать, что вот эта переменная имеет как бы другой сорт, что ли, или другой тип. Но тем, кто хорошо знаком с языковым программированием, понимают, что есть разные сорта или типы переменных. Есть там целочисленные, булевские, текстовые и так далее. И тут мы, получается, обзаводимся новым типом переменных в нашей мета-теории. Что это означает? Это означает, что когда мы пишем какие-то квантеры по этим переменным, например, для любого a, и a это интерпретация переменной a, то мы должны его заменить на самом деле на квантер для любого a из m. По сути, в этом и есть разница. Только опять-таки я здесь написал свободную переменную, а по-хорошему надо было бы написать связанную переменную. А для свободных тоже, соответственно, мы должны понимать, что свободные только по m бегают у нас. Ну, это такое достаточно тонкое отличие. Просто надо всегда держать в голове это, а записывать можно, в принципе, так же, как мы в исходной сигнатуре сигма все это дело пишем. Таким образом, имея интерпретацию переменных и всех базовых наших констант предикатных символов и функциональных символов, мы можем проинтерпретировать любой терм и формулу нашей теории. Ну, например, что мы делаем с термами? Пусть у нас есть какие-то термы Т1 и так далее. ТН – это термы, заданные в сигнатуре сигма. И пусть мы уже построили для них интерпретацию в модели M. Значит, мы вот так вот напишем, что у нас задана интерпретация в модели M. Когда мы подчеркиваем, где мы их интерпретируем, мы вот значок этой модели ставим как бы на место степени. Тогда, да, и пусть у нас имеется некий функциональный символ, заданный в сигнатуре сигма, и мы его проинтерпретировали какой-то функцией в модели M. То есть у нас есть интерпретация для этих термов, у нас есть интерпретация для функционального символа F. Соответственно, тогда мы говорим, что композиция F, M от T1, M и так далее, T, N, M, это не что иное, как интерпретация интерпретация терма F от T1, T, N. Ну, то есть, короче говоря, он просто, следуя рекурсивным правилам, которые задают нам термы и формулы, мы точно так же строим интерпретации для этих самых термов и формул, отправляясь от базовой интерпретации. Для формул, соответственно, все ровно то же самое, включая формулы с квантерами. Единственное, что, как я говорил, там, когда у нас идет квантер по переменной, то переменная должна быть, должна пробегать строго множество M и не выходить, как бы, за его пределы. Вот. Ну, например, если мы... Давайте уже построим интерпретацию арифметики пиано. Я напоминаю, что в пиано у нас сигнатура выглядит так. Там у нас есть символ 0, константный. Там у нас есть отношение равенства. 2 бинарных операции сложения и умножения и 1 унарная операция, которая называется последователь. И вот далее нам нужно эту сигнатуру проинтерпретировать на некотором множестве M. Естественным образом мы берем ту интерпретацию натуральных чисел, которую мы в теории множеств знаем в классическом варианте. А именно, мы в качестве M берем ординал омега, первый бесконечный ординал. Дальше, значит, нулю мы ставим в соответствие пустое множество. Отношению равенства в арифметике, ну, тут правильно опять-таки писать вот так вот, ПА, мы ставим в соответствие равенство в теории множеств. Сложению в ПА мы ставим в соответствие сложение ординалов, ну, суженное, естественно, на ординал омега. Умножению в ПА мы ставим в соответствие умножение ординалов. Ну и вот этой функции унарный последователь мы ставим в соответствие вот такую функцию, которая у нас была при, ну, когда мы рассматривали ординалы, альфа объединить с точкой альфа, которая, как мы выяснили потом, это ровно то же самое, что альфа плюс, ординальный плюс 1, где 1, это фигурные скобки 0, ну, то есть, следующий за нулем ординал. Ну, короче говоря, мы производим простые вещи, да, нулю ставим в соответствие 0, равенство равенство, сложение и сложение, умножение и умножение, и плюс 1 ставим в соответствие плюс 1. По сути, вот так. И в итоге мы получаем то, что называется стандартной моделью. То есть, множество омега у нас является носителем модели, равенство это равенство, плюс это плюс, умножение это умножение, и S это S. Ну, вот тот самый альфа объединить альфа с точкой альфа. То есть, конкретная совершенно алгебраическая структура определённая на ординале омега, причём именно та самая, которую мы изучали, когда рассматривали арифметику ординалов, собственно говоря. И вот всё вместе это называется стандартной моделью и является интерпретацией арифметики пиано. Ну, можно проверить, да, что это тут действительно эти бинарные операции, это бинарные отношения, это унарная операция, всё у нас на месте. Более того, соответственно, мы можем ещё и аксиомы этой теории нашей пиано тоже проверить, что они выполняются в стандартной модели. Но об этом чуть позже. Значит, поскольку мы умеем не только базовые символы, но и все формулы интерпретировать в нашей модели, мы вот тоже вот так будем обозначать с буковкой M. Если у нас есть какой-то терм из множества термов сигнатуры сигма, то мы ему ставим в соответствие терм вот такой, который является некоторой конструкцией, собранной из переменных и функций уже в модели M. Как это делается, я вот только что на предыдущем шаге показывал. Соответственно, если у нас есть какая-то формула A из сигнатуры сигма, это может быть формула с параметрами, кстати, не обязательно замкнутая, то мы ей ставим в соответствие формулу A со значком M. И вот это будет уже формула, которая по сути записана в общем-то на языке метатеории, то есть на языке теории множеств, но с некоторыми ограничениями. Самое главное ограничение заключается в том, что переменные пробегают только множество M. то есть у нас выделен особый класс переменных. Ну и значит, помимо логических связок и квантеров, там используются атомарные предикаты и атомарные функциональные символы, и они, и только они. Ничего лишнего там быть не может. Там не может быть значка объединения множеств, там не может быть значка принадлежности, там не может быть пауэрсет какого-нибудь, то есть множество всех подножеств и так далее. То есть весь тот арсенал теории множеств, который на самом деле можно было бы в этой модели применить, мы не используем. Мы его оставляем за кадром, потому что когда мы работаем в интерпретации, мы можем пользоваться только значками из сигнатуры сигма, а точнее их интерпретациями в этой сигнатуре. Ну, например, термы формальной теории пиана в этой модели, в стандартной модели это просто-напросто некие многочлены, потому что у нас разрешены только операции сложения и умножения, а они позволяют только, соответственно, складывать какие-то простейшие конструкции друг на друга умножать. Ну, многократное умножение одного и того же это просто по определению степени, поэтому получается, что все термы, которые заданы в арифметике пиана здесь, это какие-то многочлены, которые заданы, соответственно, в стандартной модели. Так, ну и вот определившись с терминами, так сказать, мы можем дальше пойти в таком направлении. про формулы, которые мы проинтерпретировали из сигнатуры в нашей модели, мы можем говорить о том, истинно они или ложны в этой модели уже с точки зрения теории множеств, то есть, ну, с точки зрения мета-теории, да? Ну, например, мы взяли какую-то формулу из арифметики пиана, ну, скажем, простейшая формула ноль меньше, чем s от нуля. Это формула, а, не так, ноль не равно, давайте пока что неравенство оставим в покое. Ноль не равно s от нуля. Это, кстати, одна из аксиом арифметики пиана. Это формула, правильно построенная формула в нашей сигнатуре. У нас есть константа, у нас есть тюнарный функциональный символ, ну, вот. Соответственно, ей соответствует формула, вот мы ее так запишем, а это вот такая формула. Тогда а в стандартной модели это формула пустое множество не равно пустое множество объединить с вот такой штукой. Ну, как видим, она действительно истинна в стандартной модели. Вот это следует уже из аксиом теории множеств. Да, я, кстати, говорил, что мы не используем значок объединения, но поскольку мы S проинтерпретировали именно вот так, то в данном контексте можно использовать значок объединения. Но лучше вообще сразу от него избавиться, используя здесь альфа плюс один как сумму ординалов. Вот. Тогда нам не придется оговариваться, где этот значок можно ставить, а где нельзя. Вот. Но, так сказать, в базовых символах мы это все определили, и мы видим, что действительно вот эта формула истинна в нашей арифметике Пиано, и ее интерпретация истинна в стандартной модели. Так вот, главное определение, которое мы здесь введем, это так называемый двойной штопор. Мы говорим, что в модели M, тут, кстати, чаще всего пишут сам носитель модели, множество M, но чисто логически правильнее было бы писать именно вот это вот обозначение для модели. Значит, вот такой двойной штопор обозначает, что формула А истинна в данной модели. Мы здесь не оговариваем, есть ли у А свободные переменные или нет, поэтому, когда вот так пишем, это означает, что при любых подстановках вместо свободных переменных каких-то элементов множества M она будет истинна. То есть, это как бы логическая функция тождественно равна единице на множестве M. Ну, чаще всего это, конечно, запись относится к замкнутым формулам, то есть, просто она может быть либо истинна, либо ложна. И вот эта запись обозначает, что формула А, а, даже, часто даже вот это не пишут обозначение. То есть, тут получается такое смешанное обозначение. Формула берется из сигнатуры, а модель это модель. И мы говорим, что это формула истинна в этой модели. Имеется в виду, конечно, что в модели истинна интерпретация этой формулы. Именно вот такая. Ну, и, соответственно, если какой-то набор формул, вот мы взяли вот эти наши формулы сигнатуры сигма, мы их проинтерпретировали. Можем вот так вот написать, да, это все интерпретации формул из множества Т. Ну, и мы говорим, что множество формул Т сигнатуры сигма истинна в модели М, если для любой формулы А из нашего Т в модели М истинна формула А. Ну, просто такое расширение этого определения, двойной штопор. Значит, опять-таки, возвращаясь к формулам, у которых есть свободные переменные, может оказаться так, что какая-то формула, определенная в нашей сигнатуре, вот мы ее проинтерпретировали в нашу модель, и оказалось, что при каких-то значениях переменных она истинна, а при каких-то она ложна. Если она хотя бы при каком-то значении аргумента истинна в модели М, то говорят, что формула А выполнима в данной модели, ну, а если говорят, что просто формула выполнима, это означает, что есть какая-то модель, в которой она выполнима. И, наконец, формула является тождественно ложной, А, то есть, вообще невыполнимой, если ее отрицание выполнимо хоть в какой-то модели. Ну, это такая обычная условная терминология, связывающая, так сказать, понятие истинности и для каких-то случаев конкретных. Итак, теперь у нас, получается, имеется двойной штопор и одинарный штопор. Напоминаю, одинарный штопор означает, что что-то выводимо в теории, независимо от того, какая там есть или нет интерпретация в этой теории. То есть, мы вот имеем некоторую сигнатуру, имеем некоторую теорию, и в этой парочке у нас есть отношение штопор, которое означает, что из какого-то набора формул выводима такая-то формула, просто по правилам логики, без относительно привязки к какой-то вообще конкретной интерпретации. С другой стороны, если мы к нашей сигнатуре удачно привязали некоторую модель, в этой модели мы можем говорить об истинности или ложности формул этой самой сигнатуры. Вот. Вот эти два штопора у нас появляются, между ними есть некая таинственная взаимосвязь. Да, еще надо сказать, что поскольку мы вот этот штопор двойной определили именно как истинность, у нас действует закон исключенного третьего, соответственно, всякая формула в данной модели, она может быть либо истинна, либо ложна, третьего не дано. И вот ложность, как бы истинность отрицания формулы обычно обозначают просто перечеркиванием этого штопора. То есть здесь не возникает такой тройственной ситуации, что бывают формулы, которые истинны, бывают формулы, которые ложны, а бывают формулы, которые не то, не сё. Нет. В модели всегда мы предполагаем, что формула либо истинна, либо ложна. И поэтому это отношение получается более сильным, чем отношение выводимости. Ну и теперь, собственно говоря, нам нужно установить некую связь между вот этими штопорами, а именно я приведу ряд теорем о моделях, в которых мы вот кое-что об этом скажем. первонаперво конечно же у нас есть теорема о том, что если что-то выводимо в теории, а теория имеет модель, то теоремы этой теории обязаны быть истинными в данной модели. Ну иначе получается какой-то абсурд. У нас тогда выводимость никак не коррелирует с понятием истинности в модели. Поэтому есть такая теорема о корректности о корректности числения предикатов. Она выглядит следующим образом. Пусть М это модель теории Т. Да, я забыл сказать, что если мы взяли какую-то сигнатуру, взяли напор формул замкнутых, то есть, ну, например, аксиоматику теории Т мы взяли и эти все аксиомы оказались истинны в модели, в данной модели, то мы говорим, что эта модель является моделью нашей теории Т. В частности, вот эта самая так называемая стандартная модель, мы знаем, что на ней выполняются все аксиомы арифметики пиано, которые я ранее выписывал, а значит, стандартная модель это действительно модель арифметики пиано первого порядка. Так вот, пусть у нас модель это, пусть М это модель теории Т. И, кроме того, в теории Т доказуема некоторая формула А. Тогда, говорим мы, в модели М будет истинной формула А. Вот тут мы видим как раз согласование выводимости и истинности. Из выводимости следует истинность. Доказывать я эти теоремы не буду, потому что у нас еще много предстоит теорем всяких разных. Но, коротко, суть в том, что мы здесь будем пользоваться например, можно воспользоваться теоремой а-дедукцией, а также разбором этой формулы по дереву разбора. То есть мы действуем индукцией по сложности формулы и отталкиваясь от базовых предикатов и от аксиом, соответственно, мы доказываем, что если формула выводима, то она будет обязательно истинна в этой модели. Верно ли обратное? Возникает сразу же вопрос. Обратное естественно неверно. Точнее верно не всегда. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что если мы возьмем например теорему Гудстейна, она будет у нас в стандартной модели истинна, но при этом она недоказуема в арифметике пиана. Потому что когда мы доказывали теорему Гудстейна в стандартной модели, она формулируется как раз в стандартной модели, мы вышли за пределы стандартной модели. Вот тут мы как раз использовали такой читерский прием, для того, чтобы доказать эту теорему, мы взяли, продолжили нашу стандартную модель за ординал омега, использовали такие понятия, как подмножество, вполне упорядоченность, которых нет и не может быть в арифметике пиана. И используя вот этот расширенный аппарат, мы доказали теорему Гудстейна. Поэтому она в этой модели истинна, но, к сожалению, она недоказуема. Что подчеркивает неполноту арифметики пиана. Дальше. Отсюда следует, например, следующее. Следствие 1. Если теория имеет модель, то она непротиворечива. Значит, если существует модель теории Т, то Т непротиворечива. Ну, почему так? Доказывается от противного. Предположим, что Т противоречива. Противоречивость Т означает, что в Т выводима противоречие. Доказательство от противного, получается. Пусть в Т выводима ложь. Тогда по предыдущей теореме получается, что в модели М истинна ложь. Тогда у нас сама модель получается противоречивой. А мы, когда работаем в какой-то метатеории, а точнее в теории множеств, мы предполагаем, что, конечно же, не пустое множество не может быть противоречивым. Если бы мы взяли в качестве модели пустое множество, но мы договаривались, что мы не берем пустое множество в качестве модели, тогда да, в пустом множестве все, что угодно можно считать истинным, потому что там ничего модели, в непустом множестве не может быть истинной ложная формула. Это тогда получается противоречие уже в самой метатеории, в теории ZF-C. Но мы предполагаем, что теория ZF-C не противоречива, просто потому, что она является воплощением наших способов рассуждений, потому что она, по сути, является воплощением того, как мы что-либо конструируем и доказываем в математике. То есть противоречивая ZF по сути отменяет нам всю математику. Ну, по крайней мере, значительную ее часть. С другой стороны, есть теории, у которых модели очень простые. То есть они ограничиваются конечными множествами ZF, точнее, наследственно конечными, тем, которым не требуется к всем бесконечности. И в этом случае можно не ссылаться на непротиворечивость теории множества, ссылаться на что-то более понятное. Ну, например, если взять теорию групп, что у нас там? У нас там очень простая сигнатура. Там всего лишь операция умножения и равенство. И, значит, ряд простейших аксиом, это ассоциативность этой операции, это аксиома единица, аксиома обратного элемента. и если мы в качестве модели теории групп, вот, давайте так вот теорию групп обзовем ГРП, значит, моделью теории групп является любое одноэлементное множество. Какое угодно. Вот возьмите какой-нибудь карандаш, назовем это буквой А, и это есть одноэлементное множество. оно будет моделью теории групп. Простейшая группа, состоящая из одного элемента. Соответственно, тогда получается, что теория групп непротиворечива, если только непротиворечива существование нашего карандаша. Ну, это такие уже совсем даже, можно сказать, не математические рассуждения, тем не менее, на таких для конечных множеств случаев существования конечных моделей все вообще очень просто и не вызывает никаких вопросов в плане непротиворечивости. Но в общем случае, да, имеется в виду, что если мы нашли какую-то модель, то мы предполагаем, что это какое-то множество, это множество находится в нашей метатеории, и мы всегда, изучая формальные системы, предполагаем, что уж наша метатеория, она обязательно непротиворечива. Иначе просто не о чем говорить. Еще одно следствие, которое можно отсюда извлечь, это, собственно говоря, обращение теоремы в обратную сторону, то есть по правилу контрпозиции. мы можем заключить, что если у нас M модель теории Т, и какая-то формула невыводима в теории Т, то тогда эта формула должна быть ложной в нашей модели. Ну, просто очевидно, потому что если она так, только, конечно же, наоборот. Конечно же, наоборот. Если у нас какая-то формула ложна в модели, то тогда говорим мы, что она в этой теории невыводима. Вот. Этой теоремой, можно сказать, воспользовались еще тогда, когда доказывали независимость пятого постулата. Ну, допустим, у нас теория Т, это геометрия, так называемая абсолютная геометрия, то есть геометрия без пятого постулата, без постулата Лобачевского, то есть первые четыре постулата, только формализованные в виде аксиоматики Тарского. Вот. А это пятый постулат, например. Тогда мы берем модель абсолютной геометрии, в которой пятый постулат ложен. Например, модель Пуанкаре или модель Клейна в Вильтраме. Строим эту модель, оказывается, что пятый постулат там не выполняется, и тогда мы говорим, что тогда в нашей абсолютной геометрии пятый постулат не доказуем. То же самое относится к отрицанию пятого постулата в форме Лобачевского. То, что существует бесконечно много параллельных прямых, проходящих через одну и ту же точку, параллельных данной прямой, мы можем взять в качестве модели обычную плоскость р квадрат. Там выполняется пятый постулат, соответственно, не выполняется аксиома Лобачевского, соответственно, аксиома Лобачевского не будет выводима из абсолютной геометрии. Таким образом, получается, что и пятый постулат, и его отрицание в форме Лобачевского это формулы, ну, так сказать, две аксиомы, которые не зависят от абсолютной геометрии. То есть, вот с помощью метода моделей мы показываем независимость некоторых формул от аксиоматики. Достаточно просто предъявить конкретные модели. Ну, и теперь, собственно говоря, то, о чем я ранее говорил, о так называемой понятии совместности теории и о том, что это ровно то же самое, что непротиворечивость. Значит, мы можем еще раз по определению сказать, что теория совместна консисте, если существует модель, в которой она истинна. Ну, и мы знаем, что если, собственно, вот по этой теореме написано, что если теория совместна, то есть, имеет модель, тогда она непротиворечива. Вот, следствие один из теорема. Оказывается, верно и обратное. Это не что иное, как теорема Гёделя о полноте. Так называемая полнота, в том смысле, что просто эти понятия эквивалентны. Есть несколько вариантов этой теоремы, там немножко по-другому формулируется, через другие понятия, но вот один из вариантов я привожу. Теорема Гёделя о полноте формулируется так. Если теория непротиворечива, если Т непротиворечива, то она имеет модель. То существует модель теории Т. Снова обращаю внимание на то, что вот это существует, я пишу в нашей метатеории, а не в каком-либо формализме. по-хорошему я бы должен слова им писать, но мне просто лень. И таким образом эта теорема вместе со следствием 1 говорят нам о том, что по сути совместность теории и её непротиворечивость это одно и то же. Поэтому непротиворечивость очень часто и обозначается именно как консисте. Доказывается эта теорема очень интересным способом. То есть что здесь требуется? Взяли какую-то непротиворечивую теорию. Надо построить её модель. В качестве модели берётся не что иное, как сами символы сигнатуры. Мы считаем некими объектами нашей метатеории. А значит это какие-то множества. Раз это множество, то мы можем на это множество взять и что-то смоделировать. Ну и далее там идут сложные рассуждения по индукции и так далее. В общем интересная теорема. Советую всем её изучить. И ещё одна теорема о моделях, которая нам в принципе не понадобится, но достаточно интересная. Это теорема Левенгейма Скулема. На самом деле это две теоремы. Сейчас поясним почему. Теорема Левенгейма Скулема. В русской традиции пишут Скулема. На самом деле эта фамилия читается как Скулем. По-моему датский математик. В принципе сюда можно ещё отнести ну да. Значит она формулируется следующим образом. Причём я её формулирую в общем виде. Если теория Т имеет бесконечную модель бесконечную модель то она имеет модель любой бесконечной мощности. То она имеет модель любой бесконечной мощности. Ну например вот наша стандартная арифметика пиано она имеет её стандартная модель это ординал омега это счётный ординал. На самом деле как оказывается можно предъявить и например континуальную модель арифметики пиано или там какой-то супер континуальную модель арифметики пиано благодаря этой теореме. И наоборот если у нас есть какая-то континуальная модель например модель геометрии это плоскость р квадрат понятно что это континуум мы можем её заменить на счётную модель. Обычно когда говорят теорема Левенгейма скулема имеют в виду теорема о понижении мощности то есть если теория имеет какую-то бесконечную модель то она обязательно будет иметь счётную модель. А вторая теорема это как раз теорема о повышении мощности если теория имеет какую-то бесконечную модель то она имеет модель любой большей мощности и так далее. Простейшие примеры я вот только что про арифметику пиано Это теория алгебраически замкнутых полей характеристики 0, которая по сути является теорией комплексных чисел с константами 0,1, операциями плюс умножить. Понятное дело, что вот это я написал алгебраическую структуру, которая строится через r квадрат, обычное определение комплексных чисел через вещественные. Там мнимая единичка вводится и так далее. Эта модель является континуальной, но у нее есть вполне себе хорошо знакомая всем модель счетная, а именно алгебраические числа. Комплексные алгебраические числа. Это счетное множество и оно является моделью алгебраически замкнутых полей характеристики 0. Если говорить о геометрии Евклида, например, то стандартной моделью для геометрии Евклида является плоскость r квадрат, заданная через вещественные числа. Но если мы возьмем и все координаты плоскости будем брать из множества алгебраических чисел, то есть алгебраических вещественных чисел. То есть мы отсюда переходим к множеству пар x, y, где x и y оба, во-первых, вещественные, во-вторых, алгебраические. То мы получим счетное множество и это счетное множество будет являться счетной моделью для элементарной геометрии. Ну вот такие разные интересные вещи. Да, может возникнуть вопрос о том, а как же быть с формальной теорией ZFC, с теорией множества. Как так у нее может быть некая счетная модель? Действительно, счетная модель, ее строится вполне себе понятным образом. Дело в том, что там получается так, что вот эти все понятия степенного множества, континуума и так далее, они редуцируются некоторым образом. То есть, по сути, у нас какие-то множества вообще выпадают из этой модели. И все, что мы там строим, мы строим неким конструктивным образом. Да, мы строим множество всех подножеств, но в этом множестве всех подножеств много чего как бы нет. Потому что мы их конструктивно указать не можем, у нас там есть только конструктивные элементы. И поэтому получается, что модель удовлетворяет аксиомам ZF, но при этом она счетная. И, соответственно, отсюда как бы вроде бы получается непротиворечивость ZF, но дело в том, что она доказывается внутри самой ZF. Более того, можно строить модели... Да, и причем эти модели, они строятся в более сильной аксиоматике. Мы знаем, что в самой аксиоматике ZF доказать непротиворечивость ее самой же невозможно. Собственно, это и есть вторая теорема Геодолио-Неполноте, к которой мы идем. Но если мы ZF усилим, например, добавим туда аксиому строго недостижимого кардинального числа. Эта аксиома позволяет нам построить некий универсум ZF, который смоделирует нам всю аксиоматику ZF. Тем самым мы в более сильной теории, в расширенной, умеем доказывать непротиворечивость исходной теории. Что, конечно, является таким порочным кругом, в общем-то, довольно бессмысленно. Больше того, и не противоречивость добавления самой аксиомы SI тоже можно пробовать доказать, если добавить туда еще какие-то более сильные аксиомы. И так дальше. Вот. Ну, в основном, да, в основном все это дело с моделированием сводится к обычным предъявлениям моделей в стандартной математике. Следующее, что мы хотим здесь понять, это, так сказать, понятие определимости или представимости некоторых отношений и функций в модели. Мы, вот мы когда строили интерпретацию нашей сигнатуры, вот этой вот, мы делали следующую операцию. Мы от сигнатуры переходили к некоторому множеству и интерпретировали наши значки сигнатуры в каком-то конкретном множестве, в теории множества. Может возникнуть вопрос об обратной операции. А что если мы, значит, в нашей модели, в стандартной, ну, например, даже если брать арифметику пиано, в стандартной модели арифметики пиано мы взяли и чего-то определили. Какое-то отношение, какую-то функцию. И мы хотим понять, а можно ли это отношение или функцию записать в нашей сигнатуре, в исходной. Вот. Ну, для начала мы ведем следующее понятие. Вот пусть у нас есть модель. Модель сигнатуры сигма. Мы возьмем и в множество всех констант сигнатуры добавим все элементы множества m. То есть мы вот переопределим, так сказать, константы сигма. Определим как константы сигма объединить с множеством m. И вот эти элементы множества m мы объявим значками для новых констант, которые сами себя и будут обозначать. Полученная сигнатура обозначается как сигма от m и называется расширенной сигнатурой. Мы ее расширили за счет добавления туда новых значков для констант. Например, можно брать, скажем, теорию вещественных полей, вещественно замкнутых полей. У них есть модель, стандартная модель r. Мы можем туда присоединить константы всех действительных чисел. И тем самым у нас будет такая гигантская уже сигнатура, континуальная. Сразу хочу сказать, что в случае со стандартной моделью арифметики Пиано, в принципе, это делать необязательно. Потому что если мы возьмем натуральные числа из омега, вот мы берем n из омега, им будет соответствовать на самом деле вот такая вот конструкция в нашей сигнатуре, в стандартной сигнатуре, в нерасширенной сигнатуре арифметики Пиано. Где s повторяется n раз. И я ранее уже говорил, что мы такие вот штуки будем обозначать n подчеркнутое и называть нумералами. Так вот, в общем-то, σ от стандартной модели, расширение σ на стандартную модель, это просто теория, в которой в качестве констант, константы в этой расширенной сигнатуре, это просто все нумералы. Ну, 0 подчеркнутое это сам 0, потому что он у нас уже есть, а все остальные это вот такие штуки. То есть, на самом деле, в случае арифметики натуральных чисел и расширения за счет константы стандартной модели, в принципе, можно даже сигнатуру и не расширять, потому что там у нас уже введены вот такие по определению значки. Мы просто можем их каждый раз заменять на такую конструкцию и тем самым сводить все к исходной сигнатуре. Для вещественных чисел, понятное дело, это не пройдет. Потому что там просто символов не хватит на все эти вещи. Ну, и теперь возвращаемся к нашему вопросу о том, что, допустим, у нас есть какой-то предикат, вернее, отношение на множестве m, произвольное. Верно ли что? Есть некоторая формула а из нашей сигнатуры. Пусть будет расширенная сигнатура с запасом, так сказать. Такая что? А, m это и есть наш p. То есть, как бы, интерпретацией этой формулы является предикат p. Ну, точнее, областью истинности, конечно. Правильно говорить. Область истинности формулы, вот этой интерпретацией формулы а является предикат p. Ну, общий ответ, конечно же, нет, потому что, если m это бесконечное множество, пусть даже это счетное множество, да, как в случае натуральных чисел, вот этих всех подножеств, их континуум, множество подножеств натуральных чисел, даже если мы только унарные предикаты рассматриваем, континуум, а всех формул в нашей сигнатуре, даже пусть и расширенной сигнатуре со счетным числом констант, вот этих всех формул, их счетный набор. Понятное дело, что всех формул мира, так сказать, всех формул нашей сигнатуры просто не хватит на то, чтобы выразить все предикаты, которые мы можем определить, пользуясь средствами теории множеств, то есть нашей метатеории, в модели m. То есть есть очень много, почти все предикаты, которые мы можем задать средствами внешней теории, неопределимы в нашей сигнатуре. Но поэтому имеет смысл ввести такое определение. Мы говорим, что предикат определим или, как еще говорят, выразим определим или выразим в вот такой расширенной сигнатуре. Иногда еще говорят в паре сигнатура сигма и модель m. Если существует формула А из множества формул нашей сигнатуры, расширенной сигнатуры такая, что произвольный вектор для любого вектора давайте так, для любых переменных c1, cn из m вектор или набор c1, c, n принадлежит нашему предикату тогда и только тогда, когда истинно вот эта вот формула А давайте подчеркнем, что мы работаем с интерпретацией формулы А в которой мы, соответственно, вместо свободных переменных a1 an подставили вот эти вот константы сейчас вот так напишем подставили наши вот эти константы то есть мы что хотим сказать, что мы взяли какой-то предикат нашли формулу и оказалось, что если мы в эту формулу подставляем наши константы из m произвольные то формула будет истинна тогда и только тогда, когда этот вектор попадает в этот наш предикат в отношение p тем самым получается, что эта формула интерпретирует, вернее, выражает как раз таки интерпретация это действие из сигнатуры в модель а выразимость это наоборот это когда мы из модели в сигнатуру попадаем вот эта формула выражает нам данный предикат здесь вот есть некая тонкость значит, если я говорю о формуле А с значком M то это интерпретация формулы в нашей модели то есть эта формула уже как бы переведенная на язык модели тогда подчеркивать не надо потому что здесь просто вместо свободных переменных ну, кстати, свободные переменные тогда должны быть тоже помечены значком M вместо свободных переменных подставляются конкретные элементы множества M а если мы говорим как мы договаривались ранее что мы будем писать истинно формула А которая не интерпретация а сама формула А в исходной сигнатуре тогда свободные переменные это действительно свободные переменные сигнатуры Сигма а вот константы, которые мы вместо них подставляем это уже их, так сказать, нумералы ну, то есть это представление этих констант в расширенной нашей сигнатуре вот эти вот штуки то есть либо так пишем, либо по-другому ну, и в паре с этим идет, естественно определимость функции какой-либо значит, вот у нас, если есть какая-то функция из множества MN то есть функция от N аргументов, действующая V ну, то есть операция, да, заданная на M она определима или выразима в сигма от M если для любых C1, Cn и, скажем так, B да, если существует если существует формула А от переменных A1, An, A а здесь надо было написать формула А от переменных A1, An значит, если есть такая формула что для любых констант значит, C и B из множества M имеет место ну, в общем, практически то же самое я напоминаю, что функция это на самом деле просто некий вид отношений просто на множество M в степени N плюс 1, да и мы это просто переписываем для случая функции F от C1, Cn равно B тогда и только тогда когда в M истинно вот это вот A где мы вместо первых A подставляем наши C а вместо свободной переменной A подставляем нашу константу B ну, естественно тут вот надо поставить нумералы вот то есть тогда мы говорим что вот эта функция может быть задана некой формулой в нашей расширенной сигнатуре в расширенной сигнатуре sigma от M вот простейший пример связки значит, арифметики Piano со стандартной моделью может быть таким а именно многочлен какой-нибудь ну, например значит на стандартной модели на Омеге мы можем задать такой многочлен F от значит, у нас тут A используется ну, давайте F от A равняется там 3A квадрат плюс 5A плюс 1 да ну, обычная вполне себе парабола которую мы задаем на натуральных числах а A пробегает натуральные числа понятное дело вопрос можно ли эту функцию выразить в исходной сигнатуре арифметики Piano даже не обязательно в расширенной с номералами как я уже говорил там это в принципе все равно ну, ответ да, конечно можно потому что мы можем написать такую формулу тут у нас было A A1 ну, давайте формула будет такой A от A, B следующего вида B равно 3 значит 3 это 3 подчеркнутое то есть мы как бы мы пользуемся расширенной сигнатурой но можно иметь ввиду что просто вот на эти 3 S от нуля можно заменить дальше мы ее умножаем на A потом еще раз на потом мы к этому всему прибавляем 5 подчеркнутое умноженное на A и потом мы прибавляем 1 подчеркнутое ну вот собственно формула которая будет выражать нам эту функцию в исходной сигнатуре пиано ну точнее это в расширенной сигнатуре а если мы все подчеркнутые заменим на SSS от нуля то тогда даже придем в формулу в расширенной сигнатуре это так сказать позитивный пример когда мы какую-то функцию смогли ну собственно любой вообще многочлен от натуральных чисел он выразим в исходной сигнатуре арифметики пиано вот а если мы например хотим на множестве в нашей модели определить такое отношение то есть здесь была функция теперь возьмем отношение A меньше либо равно B будет ли он выразим в арифметике пиано ведь там нет отношения меньше либо равно ответ да будет и формула будет такой А от AB существует Z A плюс Z равно B поскольку у нас числа не отрицательные все то соответственно здесь вот вот это получается очень хорошо интерпретируется да и можно доказать именно доказать что значит если мы эту формулу проинтерпретируем в стандартную модель то окажется что эта формула ровно ровно задает вот это вот отношение меньше либо равно то есть это опять-таки позитивный пример но смотрите если мы теперь возьмем скажем не арифметику пиано а обычную аддитивную группу по сложению да бесконечную у нее моделью будет например Z с операцией плюс вот и мы рассмотрим поскольку группа по сложению там есть только операция сложения больше там ничего нет ну равенство еще можно добавить да еще равенство берем стандартную модель такой теории это просто целые числа в целых числах мы тоже можем определить вот этот предикат а меньше либо равно b возникает вопрос а можно ли вот в такой сигнатуре задать отношение а меньше либо равно b ответ нет нельзя и значит доказывается это с помощью автоморфизмов вот я сейчас в это не хочу углубляться там если коротко суть следующим мы когда строим какую-то модель мы можем построить еще одну модель еще одну много разных моделей и говорить об их изоморфизме поскольку это алгебраические структуры то изоморфизм структур это просто сопоставление операций и отношений так что одна в другую переходят один в один так вот если мы возьмем скажем построим изоморфизм точнее автоморфизм этой модели на себя который каждому x будет ставить соответствие минус x то мы заметим что неравенство а меньше либо равно b оно превратится в неравенство в обратное то есть а меньше либо равно b оно перейдет в минус b меньше либо равно минус а то есть короче говоря если бы мы переносили так сказать ну изоморфизм короче говоря не сохраняет отношение неравенства автоморфизм на этой модели потому что были в таком порядке стали в порядке наоборот вот а это и так да а если мы что-то интерпретируем в какой-то модели а потом применяем автоморфизм то у нас это можно доказать что после применения автоморфизма и вообще любого изоморфизма интерпретация сохраняется. А тут получится, что мы нарушили интерпретацию. То есть, если бы меньше либо равно можно было определить в исходной сигнатуре z плюс равно, то неравенство обязано было бы сохраняться при интерпретациях и при применении изоморфизмов. Оно не сохраняется. Таким образом, для обычных аддитивных групп ввести отношение меньше либо равно невозможно в их сигнатуре. Но, как только мы добавляем сюда операцию умножения, то есть, теперь мы рассмотрим уже не группы, а кольца бесконечные, оказывается уже, что отношение меньше либо равно можно в этой сигнатуре определить. Почему можно определить? Потому что а меньше либо равно будет выражаться похожей формулой, только чуть посложнее. z1, z2, z3, z4 такие, что а плюс z1 квадрат плюс z2 квадрат плюс z3 квадрат плюс z4 квадрат равно b. Почему? Потому что мы знаем, что любое неотрицательное число представляется в виде суммы не более 4 квадратов. Это теорема, по-моему, Лежандера. А значит, как только у нас появилось умножение, мы можем ввести вот эти вот степени и с их помощью уже задать вот это вот а меньше либо равно b. Вот такая тонкая грань между группами и кольцами, когда мы хотим чего-то в них определять. То есть кольца, они более выразительны, скажем так. Они гораздо больше могут выражать про свои объекты, которые они описывают. Ну и последнее определение, которое я здесь дам в этом блоке, это представимость функции в теории. То есть мало того, что мы сказали о том, что что-то мы умеем выражать в языке, в формальном языке в сигнатуре сигма, но у нас же еще может быть теория. Пусть у нас m это модель теории t в сигнатуре сигма. сигнатура сигма. Мы скажем, что функция f по определению, функция f, а точнее операция на множестве m выразим представима представима в теории t, в теории t, если, ну, во-первых, она, естественно, там выразима должна быть, f выразима в сигма от m, то есть она должна иметь свою формулу, которая она там представляется. Кстати, мы обычно будем вот так писать, формула a с индексом f. То есть раньше, когда мы писали интерпретацию, мы ставили там a со значком m. Это означало, что мы формулу a перевели на язык модели m. Тут наоборот, мы взяли функцию f и нашли соответствующую формулу в сигнатуре. Вот. И второе, самое главное требование в теории t должна быть доказуема теорема такого вида, что а нет, не совсем так. Значит, для любых a и b таких, что f от a равно b, ну вот это вот второй пункт, для любых a и b таких, что f от a равно b, то есть принадлежащих графику функции f, должно быть выполнено следующее. В теории t должна быть доказуема теорема. Если f от только тут уже мы берем вот эту вот формулу, если a f от нумерал a b и a f от a x, то тогда x это нумерал b. ну и конечно я как всегда забыл здесь поставить квантер для любого x. Что говорит эта теорема? Эта теорема говорит о том, что данная формула задает функцию, да, потому что при аргументе a мы должны получать всегда одно и то же значение. И если a и b удовлетворяют этой формуле, они удовлетворяют, потому что a, f это функция, это формула, которая определяет нашу функцию. Вот, это из первого пункта следует. То какую бы мы переменную не взяли вместо значения функции, да, она обязана совпасть с нумералом b. То есть, ну что и говорит в общем-то об однозначности отображения, которое задает нашу функцию a. Ну, конечно, мы можем сказать, так мы и так знаем, что она однозначна, потому что эта функция, ну она по определению исходная функция. Суть в том, что мы должны уметь это доказывать в теории t в нашем формализме sigma at m. А еще лучше вообще в исходном формализме sigma. То есть, здесь более сильное получается требование за счет того, что мы должны уметь предъявлять именно доказательства этого факта в самом формализме в теории t. Ну, понятное дело, что представимость функции это более сильное свойство. Все представимые функции они обязательно выразимы. Тут просто это в определении зашито. Иногда дают немножко другие определения, и там можно доказать, что всякая представимая функция будет обязательно выразимой. Но без этого никак, потому что как иначе доказывать такую теорему. вот и значит что можно сказать например если брать функцию Гудстейна, о которой мы ранее говорили, то для нее можно взяв конкретные числа а и b вот эту теорему доказать, что это действительно функция. То есть она во-первых выразима, а во-вторых можно про нее доказать, что это функция. но доказать, что она для любого стартового числа, то есть подставить квантер по аргументу и доказать, что она будет когда-нибудь вычислима на этом аргументе, вот это уже мы не можем в теории пиано. Ну собственно теперь мы будем двигаться дальше, переходить к понятию вычислимости и как все это будет связано с тем, что мы вот здесь ввели. В первую очередь применительно конечно к стандартной модели. Итак ведем теперь понятие перечислимых и разрешимых множеств и перед этим еще я повторю понятие вычислимости. Что такое вычислимость? Ну у нас когда мы рассматривали теорему Гудстейна было такое понятие частично рекурсивные функции. Это функции напоминаю которые построены при помощи некоторого списка базовых функций по сути совпадающих с функциями описываемыми функциональными символами арифметики пианов стандартными ну там еще проекции были добавлены затем любая композиция функций частично рекурсивных является частично рекурсивной значит далее обычная неограниченная рекурсия приводит ну не выводит из этого класса и так называемый миооператор также оставляет функции в данном классе. В общем вот такой что такое частично рекурсивные функции. Ну сейчас я не буду вдаваться формальности и в общем виде можно себе представлять так что частично рекурсивная функция это функция которую можно вычислить на обычном компьютере ну или на машине тюринга при помощи некоторого конечного алгоритма то есть на вход подается одно или несколько натуральных чисел на выходе получается какое-то натуральное число за конечное число шагов либо программа зацикливается тогда мы говорим что для данного входа эта функция не определена поэтому у нас функции частичными и называются потому что для каких-то входов она определена для каких-то не определена ну и соответственно сюда же вот допустим у нас есть такая функция с к-аргументами на самом деле к этим же функциям взаимно однозначно сводятся функции которые работают с разными другими видами данных например со строками вот есть у нас строки а мы сейчас как раз занимались построением формальной теории которая представляет собой не что иное как просто список текстов некоторых вот есть строки или тексты их можно тоже эффективно занумеровать некоторым образом поскольку у нас есть некоторый алфавит причем мы даже говорили что в арифметике пиано можно отделаться конечным алфавитом поэтому все очень хорошо все строки можно очень хорошо закодировать по сути это аналог таблицы ASCII или там Unicode в обычных компьютерах когда есть таблица символов им сопоставлены конкретные числа например 16-ричной системе числения их можно записать ну и дальше любой текст соответственно это просто какое-то огромное число и вот таким манером действия мы можем то же самое говорить про тексты то есть есть какой-то алгоритм которому на вход мы подаем один или много текстов он с ними что-то делает и за конечное число шагов выдает результат результатом может быть или число например длина этого текста или снова текст например конкатенация этих текстов и все это сводится вот к таким функциям от натурального аргумента с натуральным значением соответственно если он на входном тексте зацикливается то тоже у нас получается что ответ не определен поэтому мы не будем делать различия между частично рекурсивными функциями определенными для натуральных чисел и для текстов заданных в каком-то фиксированном алфавите можно даже говорить о счетных алфавитах но о более чем счетных здесь уже не получится говорить но в принципе мы всегда будем подразумевать арифметику пиано и конечный алфавит так что там все еще проще значит эквивалентные понятия для частичных рекурсий это вычислимые вот то есть мы можем говорить о том что у нас функция вычислима то же самое это означает что есть алгоритм который вычисляет то есть она вычисляется на машине тюринга или на машине поста или алгоритмом маркова или в конце концов просто на любом произвольном компьютере для которого мы не делаем ограничений по памяти соответственно итак ну вот более-менее мы вспомнили что такое вычислимые функции и теперь введем понятие собственно говоря перечислимых и разрешимых множеств мы будем говорить что множество m перечислимо если так называемая полухарактеристическая функция этого множества она обозначается вот так вычислима ну и можно так написать принадлежит чрф что такое полухарактеристическая функция это функция которая значит пусть тут какой-то x x это может быть или число или набор чисел вектор если m это так сказать многомерное подножство подножство в n в степени k k естественно конечная значит эта функция равна к единице если x принадлежит m и не определена иначе вместо единицы можно ставить в принципе любую константу иногда пишут 0 иногда пишут просто какую-то константу ну в общем получается так что эта функция получается тождественная функция она всегда равна одному и тому же значению но определена она строго на множестве m за его пределами она не определена и если она вот вычислима то есть есть алгоритм который ее умеет вычислять на множестве m то мы говорим о том что множество m перечислима эквивалентное значит определение для перечислимых множеств такие например множество перечислимо если оно является областью значений некоторой вычислимой функции ну тут правда предполагать тогда что функция может действовать не только в одномерное n но в какой-то многомерное хотя опять-таки мы не только тексты умеем кодировать натуральными числами но и все конечные n натуральных чисел мы тоже можем закодировать причем эффективно с помощью некой вычислимой функции перенумеровать все натуральными числами и там используется значит диагональная нумерация кантора которая потом мультиплицируется на много измерений и потом еще обобщается для произвольного k вот тоже сейчас не будем это вдаваться в общем есть способ от кортежей произвольной длины из натуральных чисел перейти просто к натуральным числам соответственно мы вообще можем всегда говорить о вычислимых функциях как о функциях из n в n и все ну в принципе можем дальше так и действовать значит множество n перечислимо если оно является областью значений вычислимой функции если оно является областью определения вычислимой функции и более того функция вычислимой если она если ее график то есть подножится в прямом произведении n на n соответственно тоже перечислим причем это критерий то есть в ту и другую сторону действует короче говоря у перечислимости есть несколько таких достаточно понятных определений штук 5 по моему которые все между собой эквивалентны ну вот это самое простое а главное оно легко обобщается то есть если мы теперь рассмотрим так называемую характеристическую функцию множества m которая равна единице если x принадлежит m и нулю если x не принадлежит m то есть она уже всюду определена она тотальная и она вот единица равна именно на множестве m такая функция называется характеристическая функция множества m и вот если такая функция вычислима да то есть она для любого входа, как принадлежащего m, так и не принадлежащего m, выдает обязательно ответ, причем ответ, который отделяет элементы m и не m. Тогда мы говорим, что множество x, вот в этом случае, множество m разрешимо. Ну, надо сказать, что вообще термин разрешимость, он такой достаточно перегруженный в матологике, и в разных ее разделах используется для разных целей. Поэтому надо всегда иметь в виду некий контекст. Если мы говорим о множестве натуральных чисел, то разрешимость означает ровно вот это. Некий алгоритм, который умеет про каждое число сказать нам, принадлежит ли оно множеству m или не принадлежит. То есть за конечное число шагов мы это можем выяснить. Значит, главный результат здесь, наверное, это теорема Клини. Теорема Клини, которая нам говорит о том, что существует перечислимое неразрешимое множество. Существует множество k, перечислимое и неразрешимое. Доказывать мы эту теорему не будем. Можно только образно заметить, что, например, его можно построить многими способами. Но один из способов, например, такой. Давайте рассмотрим все машины Тьюринга, которые принимают на вход натуральное число и, соответственно, выдают в ответ тоже натуральное число, но не всегда. Иногда они зацикливаются. То есть машины Тьюринга, которые реализуют частично рекурсивные функции, заданные на множество натуральных чисел и, соответственно, с натуральными значениями. Мы эти машины Тьюринга можем все эффективно перенумеровать. То есть можно построить алгоритм, который нумерует машины Тьюринга. Потому что эти машины Тьюринга задаются все в некоем конечном алфавите. Соответственно, можно перенумеровать этот алфавит, затем перенумеровать программы, всех этих машин. И тем самым перенумеровать все машины. Ну и дальше возникает такой естественный вопрос. Допустим, у нас есть машина Тьюринга какая-то, M. У нее есть какой-то номер N. Мы этот номер N ей же самой подаем на вход. То есть вот она сама на своем номере может либо зациклиться, то есть ничего не выдать никогда, либо выдать какой-то ответ. Вычислить результат. И дальше мы можем взять множество всех номеров машин Тьюринга, которые зацикливаются на собственном номере. Вот такое множество будет как раз перечислимом, но неразрешимым. И вот таких вот вариантов с таким подходцем, типа теоремы Кантера, их существует много, которые дают реализацию такого множества. То есть нет никаких сомнений в том, что такое множество действительно существует. И достаточно убедительно. Что еще? Хорошо. С вычисленными функциями. Это их такая очень тесная связь с иерархией формул, которую я тоже приводил ранее в разговоре о теореме Гудстейна. Я напоминаю, у нас строилась следующая иерархия формул. У нас были так называемые дельта-0 формулы. это формулы, которые содержат только ограниченные квантеры. Или вообще не содержат квантеров. Ограниченные квантеры это квантеры такого вида. Для любого х меньше т, и там меньше либо равно. И, соответственно, существует х меньше либо равный т. Вот если формулу можно переписать так, что в ней будут только такие квантеры, ну или вообще не будет квантеров, тогда мы говорим, что это формула с ограниченными квантерами, или ограниченная формула, или дельта-0 формула. Эти формулы хороши тем, что их истинность проверяется конечным алгоритмом. То есть мы можем вот здесь запустить цикл, который там от нуля до т пройдет и проверит истинность формул, стоящей внутри. А поскольку внутри тоже стоит дельта-0 формула, то, соответственно, какое-то конечное количество вложенных циклов будет, и рано или поздно программа выдаст ответ истинно это формула или ложна. Вот тем хороши эти, собственно говоря, дельта-0 формулы. Ну и дальше у нас было понятие σ1 и π1 формул. σ1, π1. Все вместе это называлось дельта-1. И дальше мы вот расширяли. Определяются они так. Если у нас есть какая-то дельта-0 формула, то тогда формула вида для любого x-дельта и существует x-дельта это как раз и есть формулы. Значит, для любого x это формула вида π1, а существует x это формула вида σ1. То есть, когда мы к ограниченной формуле впереди представляем квантор существования, который может быть квантором по нескольким переменным, просто однотипная серия кванторов, скажем так, стоит, кванторов существования перед этой формулой, то это не что иное, как дельта-1 формула. В частности, если переменная x не входит в нашу формулу дельта, вот эту дельта-0, то она получается фиктивной. То есть, что она тут есть, результат не зависит, потому что ее нет просто в формуле дельта. Тем самым, мы дельта-0 формулы вкладываем в класс σ1. То есть, класс σ1, он вот такой, он захватывает σ0, дельта-0. Ну и, соответственно, π1 класс содержит в себе дельта-0. и все вместе это дельта-1. И точно так же мы расширяем, меняя, навешивая кванторы. То есть, перед... Здесь мы можем существует поставить, потом опять для любого, потом опять существует. Вот сколько таких перемен, таков индекс у соответствующего класса. Вот. Но нас будет интересовать только класс σ1 формул. И, оказывается, он хорош следующим свойством. А именно такая теорема о σ1 определимости. Теорема говорит следующее, что какова бы ни была вычислимая функция f, найдется такая формула. Существует формула АФ из, соответственно, формализма арифметики Пиано. То есть, мы берем формулы σ арифметики Пиано. Значит, найдется такая формула, которая обладает следующими свойствами. Во-первых, это σ1 формула. То есть, имеет вид кванторы существования, неограниченная, а потом ограниченная формула. И второе, эта формула является определением нашей функции в формализме арифметики Пиано. Напоминаю, определение. Что значит, что эта формула является определением этой самой функции? Это значит, что для любого, ну, там, давайте напишем, как вектор набора параметров с и, соответственно, числа а, f от c равно а. Просто, чтобы f была, ну, как бы, от нескольких аргументов, да, мы тут пишем вектор. То есть, тут, на самом деле, это просто c1, c2 и так далее, cк, т.е. Значит, выполняется вот это равенство тогда и только тогда, когда в нашей стандартной модели истинно выражение формула а, f с подставленными вместо туда переменными значит, давайте c, здесь c напишем и и а. Единственное, когда мы говорим про формулу, записанную в языке арифметики пиано, то мы должны вместо настоящих натуральных чисел подставлять туда нумералы, да, то есть, правильно здесь надо вот подчеркивать эти обозначения натуральных чисел, имея в виду, что мы все настоящие натуральные числа заменяем набором вот этих s от s от s от s от s от нуля, чтобы получилось правильно построена значит, в языке пиано формула а от f. Ну, тут, конечно, совсем правильно надо было бы написать, что а, f это формула от аргументов скажем, b1 и так далее, b, k, t и какого-то что у нас там b а вот здесь показать подмену этих переменных b1 заменяем на c1 нумерал bк ты заменяем на cк ты нумерал b заменяем на а нумерал дело в том, что здесь это переменные именно в формализме а здесь это конкретные числа которые мы задали снаружи от нашей теории пиано мы вот здесь вот вот эта часть формулы она находится вне формализма арифметики пиано эта формула записана в нашем мета языке то есть ну, считайте в теории zfc вот в которой мы выбрали какие-то натуральные числа произвольные а сюда уже подставили их нумералы вот то есть это уже получается формула без переменных в общем там могут быть еще какие-то переменные но они получаются фиктивные вот то есть получается в принципе как бы де-факто это некая замкнутая формула ну, вот так то есть получается что всякая вычислимая функция ну, или соответственно вычислимый какой-то алгоритм можно представить или записать некоторой sigma-1 формулой на языке арифметики пиано значит в частности что можно понять из этой теоремы в частности я напоминаю что если мы возьмем функцию goodstay это вот такая функция g от x равно y я здесь опять допускаю вольности пользуюсь связанными переменными но просто так привычнее на самом деле нужно иметь ввиду что здесь опять-таки переменные должны быть типа a и b которые свободны значит функция goodstay в точке x равна y если последовательность goodstay начавшись с числа x за y шагов достигнет нуля мы как раз в разговоре о теореме goodstay говорили о том что тотальность этой функции как раз эквивалентна самой теореме goodstay так вот оказывается что вот эта функция а значит и сама теорема goodstay записывается на языке арифметики пиано то есть когда мы говорили о том что теорема goodstay не формализуется не нет недоказуемо в арифметике пиано конечно же надо было для пущей строгости обязательно сказать что она во-первых формулируется в этом языке и во-вторых она там недоказуема потому что если какая-то теорема не формулируется на языке этой формальной теории то говорить об ее доказуемости или недоказуемости просто бессмысленно поэтому конечно надо было бы еще доказать что она на самом деле в этом языке определима и вот из этой теоремы как раз и следует что поскольку эта функция у нас является вычислимой мы можем предъявить конкретно алгоритм как она вычисляется в каждой фиксированной точке x то соответственно эту функцию можно переписать с помощью некоторой формулы в языке которая покажет нам зависимость между x и y а утверждение соответственно эта формула будет sigma 1 а утверждение о тотальности функции g то есть теорема Гудстейна она уже будет формулой p2 почему потому что вот есть какая-то формула g которая является sigma 1 эта формула переписывает фактически данное уравнение на языке арифметики пиано а утверждение о тотальности оно имеет такой вид для любого x g x y ну точнее для любого x существует y такое что g от x это утверждение о тотальности и мы видим что вот если это у нас была sigma 1 формула добавление квантора существования впереди класс формулы не меняет это тоже будет sigma 1 формула то есть вот это sigma 1 вот это sigma 1 а как только мы навесили квантор существования квантор всеобщности впереди вот это уже получилась p2 формула ну и вот получается такой интересный момент что значит если мы выбрасываем квантор всеобщности впереди мы имеем sigma 1 формулу а для sigma 1 формулы мы можем для каждого конкретного числа ну точнее пары чисел x y в арифметике пиано доказать что что здесь будет равенство если мы взяли уже заведомо зная что при таком-то x мы за столько-то шагов дойдем до нуля то есть заранее зная как бы результат этой теоремы мы можем предъявить доказательства внутри арифметики пиано этого самого уравнения этого равенства как только мы говорим что это верно для любого x то есть добавляем сюда квантор у нас сразу же никакого доказательства нет внутри арифметики пиано в силу той самой теоремы которую мы обсуждали ранее так ну и теперь да еще несколько слов о связи тип типов формул и соответственно арифметики пиано оказывается что арифметика пиано относительно этих формул обладает относительно классов формул обладает такими интересными свойствами ну вот как я говорил дейтаноль формулы это формулы которые в общем-то ну так сказать разрешимы то есть получается что мы всегда можем проверить истинно она или ложна на любом входе алгоритма который который зашит в эту формулу так вот есть такая теорема о дельта ноль полноте вот или о дельта ноль разрешимости почему я скобках пишу потому что опять всплывает слово разрешимость но относится оно уже к формулам и вот это как раз тот самый момент когда термин перегружен поэтому давайте говорить о дельта ноль полноте потому что это понятно дело в том что для дельта ноль формул имеет место такое свойство какова бы ни была формула дельта класса дельта ноль вот опять я тут вольности допускаю потому что тут надо было бы писать словами для любой формулы потому что это не формализм ну для краткости будем так писать значит какова бы ни была формула дельта из класса дельта ноль эта формула истинна да, конечно же замкнутая как обычно поставим черточку сверху обозначая замкнутую формулу то есть формулу без переменных от которых может зависеть ее значение то есть там могут быть какие-то свободные переменные но они фиктивные по ним можно квантер поставить и ничего не случится при этом правда это уже перестанет дельта 0 формула так вот, какова бы ни была замкнутая дельта 0 формула она истинна в нашей стандартной модели тогда и только тогда когда она выводима в арифметике пиано и более того эта формула ложна в стандартной модели тогда и только тогда когда выводима ее отрицание в арифметике пиано то есть тут мы наблюдаем полную гармонию если бы мы наш формальный язык ограничивали только дельта 0 формулами то есть только ограниченными квантерами то у нас теория оказалась бы полной потому что всякая формула понятна по закону исключенного третьего она либо истинна либо ложна а по этой теореме получается что она тогда будет либо доказуема либо опровержима вот поэтому и теорема как бы о дельта 0 полноте для формул с ограниченными квантерами полнота теории имеет место быть но у нас теория более так сказать разнообразная чем только теория с ограниченными квантерами поэтому все не так хорошо становится когда мы переходим на следующий уровень а именно на уровень сигма 1 формул вот для сигма 1 формул есть тоже теорема она тоже называется теоремой о полноте а сигма 1 полноте вот да конечно имеется ввиду арифметика пиано и тут и тут и она звучит так какова бы ни была формула сигма класса сигма 1 естественно замкнутая значит для сигма 1 формулы истинность в стандартной модели эквивалентна выводимости ее в арифметике пиано надо сказать что в принципе арифметику пиано здесь можно ослабить до некой слабенькой теории типа арифметики робинсона ку или там элементарной арифметики убрать вообще оттуда индукцию то есть сделать ее ну очень простой но тем не менее все таки это будет арифметика с бесконечным рядом натуральных чисел и там все равно это все будет работать вот но мы как бы тоже в эти детали углубляться сейчас не будем ну мы видим что отличие второй теоремы от первой в том что мы про отрицание ничего не говорим то есть да мы говорим что если формула истина то она доказуема сигма-1 формула ну если она доказуема то она истина это уже следует из теоремы о корректности исчисления предикатов то есть тут на самом деле существенная часть это именно слева направо а вот если она ложна то не факт что мы найдем доказательство ложности ну доказательство вот это отрицание сигмы в арифметике пиано на самом деле часто и не найдем потому что арифметика пиано как мы знаем не полна вот в частности здесь работает вот то что я говорил про теорему Гудстейна да значит для если мы возьмем замкнутую сигма-1 формулу а саму формулу возьмем из теоремы Гудстейна чтобы ее сделать замкнутой вот эту формулу надо вместо x и y подставить какие-то конкретные числа например там 5 и 10 мы туда подставляем и оказывается что она будет истинной в стандартной модели то есть просто как бы в математике и более того в арифметике пиано можем доказать что эта формула будет верна при подстановке туда чисел 5 и 10 ну и следствие из предыдущей теоремы которую я стер вот она здесь внизу была напишем следствие такое если у нас имеется перечислимый предикат то есть пусть п это подножество n степени к и это перечислимое подножество перечислимое подножество тогда этот самый предикат он во-первых представим в арифметике пиано то есть существует формула а такая что для любых чисел c1 ck p от и p от а принадлежит c давайте так вектор напишем принадлежит p тогда и только тогда когда в стандартной модели истинно формула вот это вот а p от c1 ck ну и как обычно подчеркиваем их потому что это номералы то есть ну это просто повторение того что это дело все у нас определимо и поскольку перечислимый предикат задается вычислимой функцией отсюда следует что его можно задать с помощью сигма-1 формулы а значит для него выполняется вот та самая теорема о сигма-1 полноте то есть помимо того что у нас перечислимый предикат представим значит в арифметике пиано получается еще и то что в стандартной модели вот это вот условие равносильно тому что формально арифметике пиано можно вывести вот эту вот нашу формулу то есть как мы видим как только мы ограничиваем область деятельности нашей только вычислимыми всякими там этими множествами функциями и так далее то есть перечислимыми множествами вычислимыми функциями у нас все становится довольно таки прикольно и интересно потому что это все выражается сигма-1 формулами и более того истинность становится эквивалент на доказуемости но правда про опровержимость мы тут ничего не говорим да помятуя о том что это верно будет только для дарита 0 формул в частности из этого следствия можно извлечь еще одно следствие о том что у нас если k это множество клини то есть перечислимое неразрешимое множество то мы можем поставить ему в соответствии некий предикат назовем его ну пусть будет а кт от переменной а который будет истинен на конкретном нумерале тогда и только тогда на конкретном натуральном числе тогда и только тогда когда в ПА можно доказать эту самую истинность вот этого предиката на конкретном нумерале если мы туда нумерал подставляем у нас получается замкнутая формула соответственно будет истинность то есть получается что для любого перечислимого множества в том числе для множества клиний, которые перечислимы и неразрешимы, можно указать некий предикат. Этот предикат будет σ1 формулой, потому что перечислимое множество соответствует вычислимой функции. То есть какой-то алгоритм ее вычисляет. Соответственно, это будет какая-то σ1 формула. А для σ1 формулы у нас выполняется вот это. По сути, мы получаем, что для любого числа А из множества k перечислимого, вернее, так напишем, для любого А А принадлежит k тогда и только тогда, когда в арифметике пиано выводима А, k от нумерала А. Вот такая интересная штука. Ну и теперь мы этим воспользуемся для того, чтобы по ходу дела на пути к второй теореме Гюдерля неполноте доказать первую теорему Гюдерля неполноте так называемый синтаксический вариант. Но для этого нам понадобится еще одно определение. К сожалению, здесь получается очень много определений на фоне полного отсутствия доказательств у теорем, которые я привожу. Но иначе бы это заняло целый семестр. Значит, теперь мы вспоминаем о том, что у нас, о чем мы говорили в самом начале, что всякий текст мы можем закодировать каким-то натуральным числом и, соответственно, говорить о том, что там множество каких-то текстов может быть вычислимо. То есть вот мы взяли какой-то текст, вспоминаем нашу картинку. У нас тут формулы и термы. Это все какие-то тексты правильно построенные. Среди формул мы выделяем какой-то базис, который мы называли нелогическими аксиомами нашей теории. Причем речь может идти о любой формальной теории. Далеко не обязательно это будет арифметическая теория. И мы говорим о том, что вот эти тексты, их можно каким-то образом правильно занумеровать. Если у нас, скажем так, алфавит и сигнатура позволяют придумать алгоритм, который будет их перенумеровывать, в частности для арифметики пиана, для теории множеств формальной, это все работает, то мы вот такие теории выделяем в некоторый класс, который мы называем эффективно аксиоматизируемой. Значит, формальная теория называется эффективно аксиоматизируемой. Если множество аксиом этой теории перечислимо. Если АХ перечислимо. Я напоминаю, что вообще-то мы через Т обозначали и теорию, и список аксиом. То есть тут можно было другое обозначение не вводить, а просто сказать, что если Т перечислимо, но для ясности я ввел разные обозначения. Что значит перечислимое множество аксиом? Представим себе, что мы вспомним этот список аксиом арифметики пиана. Это несколько строчек каких-то из текста, которые мы построили по определенным правилам. Поскольку мы задали конкретные правила формулостроения и термостроения, мы можем указать конкретный алгоритм для постройки этих самых аксиом. Раз у нас есть алгоритм, более того, мы знаем, что есть так называемое дерево разбора. Мы тут рисовали, когда мы формулу можем для формулы указать дерево, конечное дерево, там в листьях стоят переменные. Соответственно, дальше мы говорим, что нам дали какой-то текст и просят ответить, аксиома это или нет. То есть является ли этот текст одним из текстов аксиомы нашей теории. Тогда мы пытаемся этот текст разобрать, то есть перейти к дереву разбора, смотрим, как он устроен. Если все хорошо, то мы рано или поздно это все разберем и увидим, что этот текст действительно совпадает с одной из аксиом. Ну, с точностью до, может быть, каких-то переобозначений. Это сейчас неважно. Можно вообще, в принципе, говорить о том, что нам дали текст, а нам надо просто сравнить, задержится ли этот текст в списке текстов аксиомы или нет. Там, правда, доставляет трудности схема аксиом индукции, потому что она определяется с таким как бы виртуальным параметром, которым является произвольная формула нашего языка. Вот тут как раз и потребуется дерево разбора, чтобы понять, действительно ли это аксиома индукции, в которую подставлена какая-то правильно построенная формула со своим деревом разбора. Ну, в принципе, понятно, что такой алгоритм написать можно, который будет проверять, является ли предложенный текст какой-то из этих аксиом. То есть аксиом про сложение и умножение, про ноль и, соответственно, аксиома индукции. Тут есть одна тонкость. Если этот текст, который нам дали, действительно является аксиомой, то мы вернем положительный ответ за какое-то конечное время. Мы это все разберем, разложим по деревьям, так сказать, увидим, как эта формула устроена и увидим, что она подпадает под наш список аксиом. Если же это какой-то произвольный текст, может быть, вообще не формула, может быть, формула, но не аксиома, то не исключено, что мы можем зациклиться. Потому что, ну, там какая-то будет ерунда, мы не сможем правильно разобрать это дерево, может быть, просто скобка не будет какой-то закрыта и тому подобное. И тогда наш алгоритм даст сбой и не сможет ответить на вопрос, аксиома это или нет. Ну, точнее, получается так, что если это аксиома, то он скажет да, а если это не аксиома, то он ничего не скажет. Это и есть тот самый случай полухарактеристической функции. То есть для элементов множества АХ мы даем положительный ответ, возвращаем единицу, а для всех остальных мы ничего не возвращаем. Вот. Соответственно, более того, там его можно немножко подправить, да, если вдруг случайно окажется, что мы можем какие-то формулы разобрать и дать про них ответ, что нет, это не аксиома, то в этом случае мы можем доработать наш алгоритм и зациклить его. То есть если мы получили ответ, что это точно не аксиома, мы можем тоже зациклить, чтобы уж точно знать, что у нас не зацикливается он только на аксиомах. Таким образом, получается, что если вот такая ситуация возможна, то у нас множество аксиом, множество вот этих вот текстов перечислимое. Ну и в таком случае мы говорим, что теория эффективно аксиматизируема. Например, ZFC, Piano, элементарная арифметика и еще ряд теорий. Элементарная геометрия, теория алгебрически замкнутых полей, характеристики 0. Они все эффективно аксиматизируемы. То есть, беря произвольную, хорошо построенную формальную теорию в конечной или счетной сигнатуре с конечным или счетным алфавитом, мы, скорее всего, наткнемся именно на теорию, которая будет эффективно аксиматизируема. Это как бы не исключение из правила, а скорее очень сильное правило. Так вот. Да, и я напоминаю, у нас до этого было свойство о том, что в арифметике Piano замкнутая σ1 формула обладает тем свойством, что она истинна в стандартной модели тогда и только тогда, когда она доказуема в арифметике Piano. Давайте это свойство немножко обобщим. Пусть у нас есть какая-то произвольная теория Т, и у нее есть модель. В этой теории Т, соответственно, в ее формализме мы тоже можем рассматривать σ1 формулы. И мы скажем, что теория Т σ1 корректна. σ1 корректна. То есть, это определение. Если для любой σ1 формулы, замкнутой, естественно, ее истинность в данной модели, в которой у нас истина, теория Т, эквивалентна выводимости этой формулы в этой теории. То есть, мы просто обобщаем ту теорему, которую мы знаем про арифметику Piano, на произвольные теории, имеющие модель, то есть непротиворечивые. И на, соответственно, аппарат вот этих σ1 формул, которые мы в их формализме задаем. И говорим, что теория σ1 корректна, если выполняется вот такая эквивалентность. В частности, теория Piano, теория ЗТФЦ, они σ1 корректны и эффективно аксиматизируем. И вот теперь мы можем сформулировать то, что называется синтаксический вариант первой теоремы Гёделя о неполноте. Пока еще первой. Значит, первая теорема Гёделя о неполноте. Синтаксический вариант. Почему синтаксический? Потому что эта теория, теорема формулируется на уровне операций с текстами, по сути. С текстами вот этими, которые представляют собой формулы и термо. Итак, мы говорим, что если у нас теория Т непротиворечива, далее эффективно аксиматизируема, σ1 корректно. σ1 корректно. И самое главное. Умеет интерпретировать арифметику Piano. Ну вот так напишем. Содержит в себе арифметику Piano. Что имеется в виду? То есть Т это может быть какая-то арифметика. Более сильная, чем арифметика Piano. Или это теория, в которой можно определить натуральные числа. И там будут выполнять... То есть внутри которой можно построить модель, в которой будет выполняться арифметика Piano. Например, теория ЗТФЦ. Мы знаем, что там есть модель омега. На омеге выполняются все аксиомы Piano. Если там правильно сопоставить сигнатуре какие-то определенные предикаты. То есть, короче говоря, арифметика Piano погружается как бы в эту теорию. В этой теории можно интерпретировать арифметику Piano. Тогда теория Т не полна. Тогда Т не полна. То есть существует какая-то формула, которая не зависит от Т. Ни ее само, ни ее отрицание доказать невозможно. Но можно еще пару слов сказать о том, что здесь на самом деле не обязательно требовать, чтобы погружалась именно арифметика Piano. Как я уже говорил, во всех наших рассуждениях здесь в принципе проходит самая-самая простая элементарная арифметика даже без индукции. Этого вполне достаточно, чтобы реализовать весь тот аппарат, который мы здесь используем. Ну и вот давайте я покажу, как это дело доказывается. Естественно, доказывается это все. От противного и с использованием всех тех понятий, которые мы тут ввели. На самом деле, в общем-то не сложно. Главное просто не запутаться. Итак, доказательства. Предположим, что теория таки полна. Пусть Т полна. Напоминаю, что значит полна. Это значит, что мы можем взять произвольную формулу в языке этой теории. Замкнутую формулу. И окажется, что или сама эта формула, или ее отрицание выводимо. То есть там не может быть, там нет расхождения вот этого зазора между доказуемостью и истинностью. Так, хорошо. Тогда давайте возьмем... Поскольку мы в теории Т умеем интерпретировать натуральные числа. Давайте возьмем множество К, которое множество клини. Перечислимое и неразрешимое. И, соответственно, раз у нас в теорию Т погружается вся вот эта арифметика натуральных чисел. То есть там можно задавать, соответственно, и сигма-1 формулы из арифметики Пиано. То мы можем сделать следующее. Мы возьмем формулу А, которая именно определяет наше множество К в данной теории Т. Ну, мы как это сделаем? Мы сначала выберем множество К в арифметике Пиано. Мы знаем, что в арифметике Пиано есть такая формула, которая определяет нам данный предикат. Это вот множество клини. Но поскольку мы умеем язык арифметики Пиано погружать в язык теории Т, то мы можем переписать эту формулу на языке теории Т. Соответственно, получится, что у нас вот это вот перечислимое и неразрешимое множество К, оно будет определимо в языке теории Т. То есть тут все как бы законно. Получается, эта формула будет вот из такого формализма. Ну, там, Сигма от Сигма от Т. Это формула, причем замкнутая формула языка в сигнатуре теории Т. И эта формула обладает тем свойством, что для любого числа Н, значит, это Н принадлежит множеству К, причем это мы сейчас в мета-теории пишем, тогда и только тогда, когда теория Т умеет доказывать АК большое от нумерала Н. Опять-таки, под нумералом Н мы подразумеваем интерпретацию нумерала в теории Т. Ну, там, чтобы совсем не путаться, давайте считать, что Т – это просто арифметика Пиано, чтобы проще было воспринимать. Но на самом деле это все проходит для более широкой теории. То есть, это у нас следует из того, что, соответственно, множество К перечислимо. Вот, в силу того следствия, которое мы выше рассматривали. А теперь давайте, соответственно, посмотрим на какой-нибудь элемент, который не принадлежит множеству К. Значит, пусть число М не принадлежит К. Это мы пишем в нашей мета-теории. Что тогда? Давайте рассмотрим формулу. Давайте посмотрим вот на такую формулу. Вот эту же самую формулу, подставив в нее нумерал этого числа М. Это какая-то замкнутая формула в языке нашей теории Т. Что мы знаем про такую формулу? Поскольку теория Т полна по предположению, то мы можем либо... То у нас есть либо доказательство этой формулы, либо опровержение. То есть есть два варианта. Т доказывает Акатая от М. Или Т опровергает Акатая от М. Ну, первый вариант, собственно говоря, приводит к противоречию. Почему? Потому что если бы вот этот вариант был верен, то тогда, пользуясь σ1 полнотой нашей теории Т, точнее σ1 корректностью нашей теории Т, вот это свойство, я напоминаю, следует и σ1 корректности теории Т, тогда у нас получится, что элемент вот этот М, натуральное число М, должно тоже принадлежать множеству К. Это следствие σ1 корректности, я напоминаю. Но тогда у нас получается, что с одной стороны М принадлежит К, а с другой стороны М не принадлежит К. Возникает противоречие уже, так сказать, на уровне нашей мета-теории, то есть обычной математики. Мы такое отвергаем, и тогда говорим, что ну, остается тогда вот этот вариант, что Т, ну, существует доказательство отрицания АКТ от М. Теперь давайте подумаем, что такое доказательство. Доказательство, я напоминаю, это цепочка, конечная, из формул, где каждая формула либо является аксиомой теории Т, либо выводимая из предыдущих по правилам вывода, которые мы знаем. Это два правила Барвайса, Бернайса и модус понус, собственно говоря. Но тогда мы можем предъявить алгоритм, который нам покажет, что вот это число М, значит, точнее, покажет, что вот эта формула будет, соответственно, ложна. АКТ от М будет ложна. То есть вот отсюда следует, что существует алгоритм, который показывает, что АКТ от М ложна. Вот тут как раз начинает работать та самая эффективная аксиоматизируемость теории Т. Значит, сам вывод – это конечное число шагов, которые нам демонстрируют просто как алгоритмическая машина, как машина Тьюринга, демонстрируют, что из аксиом следует вот этот факт ложности формулы АКТ от М. Причем мы можем это все дело переложить на интерпретацию, то есть на некую модель, в которой у нас модель теории Т. А модель теории Т существует, потому что мы предположили, что теория Т непротиворечива. Следовательно, в этой модели мы можем проинтерпретировать вот эту формулу, и она будет ложной. Причем у нас есть алгоритм, который это доказывает. Но алгоритм опирается на аксиома. И вот тут начинает работать свойство эффективной аксиоматизируемости. То есть мы с этой формулой можем проделать следующее. Мы ее разберем по нашему дереву. Мы посмотрим не только саму формулу, но и все дерево вывода. Все, что предшествует, все, что связывает эту формулу с аксиомами. И получается, что мы про каждую конкретную формулу для конкретного номерала М, где М не принадлежит К, сможем с помощью этого алгоритма и того, что у нас есть алгоритм распознавания аксиом, показать, что число М делает эту формулу ложной. То есть М не принадлежит К. Таким образом, комбинируя вот эту алгоритмическую структуру аксиом, то есть эффективную аксиоматизируемость, с тем, что сам вывод, который определен по Гильберту, тоже является алгоритмом, мы в итоге предъявляем некий алгоритм, который нам скажет, что если М не принадлежит К, то тогда соответствующая формула будет ложной. Короче говоря, получается, что мы можем предъявить алгоритм, который на элементах вне К тоже законечное число шагов скажет нам, что это число не принадлежит К. Здесь еще раз работают два факта. Это эффективная аксиоматизированность теории Т и ее полнота, то есть возможность доказать отрицание формулы АК от М. Но тогда получается, что мы про элементы Н умеем говорить, что они являются элементами Н с помощью алгоритма. Сигма-1 формулу можно рассматривать как алгоритм. А про элементы вне К мы тоже с помощью вот такой конструкции, некого конечного вывода, тоже умеем говорить, что они не являются элементами К. Короче говоря, как про К, так и про дополнение к множеству К мы можем точно указать, является ли, значит, элемент, но указать, что их элементы действительно в К или действительно вне К. Тут надо еще вспомнить теорему, которую я забыл упомянуть. Это теорема критерий Поста, которая говорит следующее, что произвольное множество М разрешимо тогда и только тогда, когда является перечислимым оно само и его дополнение. М и его дополнение перечислимы. Но именно это мы здесь и демонстрируем. Оказывается, что и К, и дополнение К являются перечислимыми, потому что мы указали алгоритм, который вне К для всякого натурального числа говорит, что это число действительно не принадлежит К. То есть мы строим такую полухарактеристическую функцию для дополнения К. Ну и таким образом, да, то, что для элементов К у нас перечислимо, это следует просто из того, что мы К так выбрали, это перечислимое множество. Таким образом, получается, что и К, и дополнение К оба перечислимы. Значит, по теореме Поста К будет разрешимо. И вот мы к финальному противоречию приходим с тем, что К мы выбрали как неразрешимое множество. И все это за счет, в общем-то, полноты и эффективной аксиоматизируемости теории Т. Таким образом, наше предположение стартово ложно, то есть теория Т неполна. И мы получаем результат, который называется первая теорема Гёделя о неполноте, причем в синтаксической форме, потому что мы здесь работали чисто с нумеруемостью, с перечислимостью неких текстов, изображающих нам нашу формальную теорию. Так, ну и теперь... Да, ну и, конечно, следствие из этой теоремы. Следствие Теоремы о неполноте. Арифметика Пиана неполна. И теория ЗТФ неполна. Ну, арифметика Пиана неполна, потому что она содержит в себе арифметику Пиана. Там у нас было такое условие, что теория должна содержать в себе арифметику. Она сама себя содержит. Она эффективно аксиматизируема, потому что она задается в конечном алфавите. И, значит, по строгим правилам формулостроения. И, значит, она сигма-один корректна в силу той теоремы о сигма-один-полноте, которую я приводил до этого. Ну и теория множеств почему неполна? Потому что в теории множеств можно определить, собственно говоря, всю арифметику Пиана. То есть там тоже можно задать вот это множество клинья и так дальше. Она, естественно, эффективно аксиматизирована, потому что она задается в конечном алфавите. Алгоритм построения всех, проверки текста на то, что он является аксиомой, там тоже очевидным образом из аксиоматики ЗТФ видно. Ну и, значит, сигма-один корректность для арифметических формул. Ну, наверное, да, надо было подчеркнуть, что сигма-один корректность в теории Т, она требуется именно для арифметических формул. То есть если мы арифметику погрузили в нашу теорию, дальше мы только в этом куске и работаем. Вот в том куске нашей внешней теории, в которой мы нашли арифметику. И, соответственно, сигма-один формулы только арифметические. ЗТФ, естественно, сигма-один корректно, потому что там в чистом виде арифметика пиано формализуется. Ну и, соответственно, по этой теореме ЗТФ тоже неполна. Так, ну и теперь мы можем перейти к, собственно, достижению нашего главного результата, а именно к доказательству второй теоремы Гёделя о неполноте. Теперь мы немножко разовьём тему вот этой вот эффективной аксиоматизируемости, когда мы говорили, что все вот эти наши тексты термов и формул, всё это можно неким эффективным образом занумеровать. То есть предъявить алгоритм, который их нумерует. И здесь мы тоже кратенько совершенно пробежимся по идеям, которые заложены в основе этой теоремы, этой нумерации. И сейчас я коротко опишу, что вообще такое представляет собой так называемая нумерация Гёделя. Ну, давайте опять вспомним о том, как у нас строится формальная система. У нас есть сигнатура, в которой есть константы, есть предикатные символы и есть функциональные символы. А также у нас есть переменные, которые можно задать с помощью конечного алфавита. Я напоминаю, мы их задавали как V палочка со звёздочкой и X палочка со звёздочкой. Вот. И предполагаем, что у нас сигнатура конечная. То есть конечное число констант, конечное число предикатов, у которых у каждого из них конечное число аргументных мест и конечное число функциональных символов тоже с конечным числом аргументов. То есть всё у нас в принципе такое совершенно абсолютно конечное. Ну и давайте ещё вспомним о том, что когда мы записываем какие-то формулы, мы там ставим скобки, запятые. Вот. У нас есть значки связок логических, это отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, кванторы. И ещё у нас есть значок вывода. Вот, собственно, список всех значков, которые мы выучили за это время. Ну, кроме значка там истинности в модели. Это, в общем-то, весь арсенал, с помощью которого мы чего-то рассказываем про наш формализм. То есть мы задаём термы, задаём формулы, и потом говорим, значит, выделяем из этих формул аксиоматику и строим какие-то выводы из аксиом. Получаем теоремы, собственно говоря. Теоремы и так называемые антитеоремы. Вот. То есть имеем такой корпус текстов, которые мы можем неким образом перенумеровать. Ну, давайте скажем о том, как примерно это всё происходит. Пусть у нас есть какая-то произвольная форму... Да, давайте сначала сделаем следующее. Мы, как в компьютере, скажем, что давайте мы все вот эти символы пронумеруем натуральными числами от... Так, только не от нуля, а от единицы. Тут редкий случай, когда надо, чтобы натуральные числа начинали с единицы. Значит, мы вот эти все символы, которые у нас есть, пронумеруем числами один, два и так далее. и до некого числа п-1, где п это простое число. Ну, может быть, мы до п-1 не дойдём, а дойдём до п-10, например. В общем, короче говоря, мы знаем, да, что простых чисел бесконечно много, поэтому сколько бы здесь ни было символов, конечный набор, мы всегда можем найти простое число, которое больше, чем количество этих символов. и говорим, что вот мы все наши числа, в том числе, да, я забыл ещё здесь указать скобки и запятую, мы всё это перенумеровали. То есть, мы сделали таблицу кодировки, как вот таблица UTF-16, например, да, в компьютере. Что мы можем тогда сделать? Мы можем произвольную формулу записать как число, причём пустой текст, у нас будет соответствовать, вот так вот напишем, пустой текст будет соответствовать числу 0, ну, а, соответственно, если тут есть какой-то текст со своими числами, со своими этими самыми цифрами, вот эти вот числа, которые мы всё пронумеровали, мы будем называть цифрами. Тогда произвольный текст там A1 и так далее, A, K, то мы можем пронумеровать числом которое будет записываться примерно так. Значит, это будет C1 плюс C2 на P плюс так далее, плюс C, катая на P в степени K-1, где, соответственно, C1 это цифра, соответствующая букве A1, C2 это цифра, соответствующая символу A2 и так далее. Можем это сделать? Можем. Вот получается какой-то код. Соответственно, всякий текст представляется таким, ну, каким-то натуральным числом. То есть, по сути, это разложение по основанию P. Понятно, что не всякому числу соответствует какой-то текст. То есть, тут у нас появляется что-то вроде перечислимости, но неразрешимости. Вот. Или, скажем так, мы можем взять произвольное число, но если мы его переведем в текст, может, скорее всего, получится какая-то ерунда. То есть, там незакрытые скобки, там неправильно стоят квантеры с переменными, еще чего-то. В общем, достаточно мало натуральных чисел будет таких, которые соответствуют правильно построенному формулу. Чаще всего, это какая-то ерунда. Тем не менее, мы говорим, что у нас существует совершенно понятный конкретный алгоритм, который нам кодирует тексты. Но этот алгоритм, это вычислимая функция. Следовательно, мы можем определить в арифметике Пиано Сигма-1 формулу. Значит, вот взять такую формулу fm от n от одной свободной переменной m, которая является Сигма-1 формулой нашего языка. Ну, мы тут про Пиано говорим, но на самом деле, опять-таки, можно это все немножко обобщать. Эта формула будет иметь следующий смысл. Значит, она истинна тогда и только тогда, когда число n это код формулы из fm в нашей сигнатуре. Опять-таки, за счет вычислимости мы можем такую формулу ввести. И получается, что есть алгоритм, который по числу распознает формулу это или не формула. То же самое можно придумать и про термы. То есть, можно ввести соответственно формулу, которую мы назовем tm от n, которая означает, что n есть код какого-то терма. Давайте вот так напишем n код терма. Далее мы на этом не останавливаемся и мы говорим, что мы можем помимо кодов формул задать еще и код последовательности формул. Вот у нас есть какая-то последовательность формул a1 и так далее a kt. это все формула. Мы можем неким специальным образом закодировать и последовательность. Но для этого нам надо будет добавить сюда какой-нибудь еще спецсимвол. Поскольку мы выбрали простое число достаточно большим, то какой-то номер у него будет тоже, который будет меньше, чем p. И мы будем говорить так же. Давайте мы последовательность формул сконкатенируем в один большой текст, в котором мы это все разделим значком решетки. Вот так вот. Тем самым мы, поскольку это символ, который не используется в нашем формализме построения формул, мы явно укажем, где у нас, что это последовательность формул, и где формула начинается и заканчивается. мы ему тоже можем поставить соответствие какое-то число, опять-таки c1 и так далее, c, там, какое-то, не знаю, s на p в степени s, вот, и более того, мы можем предъявить формулу sigma1, причем формулу от n, смысл которой будет сводиться к следующему. Число n является кодом последовательности формул. n это код последовательности формул. Все абсолютно прозрачно, аналогично, просто представляйте себе, что вы на компьютере вот это дело пытаетесь запрограммировать. Самое главное, самое сложное здесь, это вот вам дали какое-то число, и вам надо его разобрать вот так, то есть надо по степеням по его разложить, посмотреть на цифры и попытаться восстановить дерево разбора. Если получилось, то мы даем положительный ответ, что да, n действительно является последовательностью формул. Соответственно, дальше процесс развивается, и мы говорим, что мы еще вводим формулу акс n. Не сложно догадаться, что эта формула будет нам нумеровать все аксиомы. Если мы считаем, что наша теория t эффективно аксиоматизируема, как раз тот самый случай, который чаще всего и встречается, то мы про любой текст, ну а любой текст в нашем понимании здесь это просто произвольное натуральное число, можем сказать, что этот текст с кодом n является какой-то из аксиом нашей теории t. То есть эта формула будет обозначать, что n есть код аксиомы. Ну и последний как бы штрих к портрету здесь это самая главная формула, которую мы определим, это формула от n, которая нам скажет, что n это не просто последовательность формул, а это доказательство какой-то теоремы. не какой-то теоремы, а что это доказательство, не доказательство, а существует доказательство, что, ну давайте прям так и напишем, что в теории t выводима формула, имеющая номер n. Я вот так вот напишу в кавычках. Что мы здесь хотим сказать? Нам дали какой-то номер n. Мы запустили вот эту проверку. Оказалось, что n кодирует формулу. После этого мы переходим к следующему этапу программы, зашитой в предикате pr, и проверяем, а существует ли доказательство этой формулы в теории t. Пускаем цикл по всем натуральным числам и проверяем, является ли текущее число в этом цикле какой-то последовательностью формул. Если окей, то мы переходим к следующему этапу и проверяем, является ли эта последовательность доказательством. А доказательство проверяется следующим образом. Мы смотрим, являются ли эти формулы аксиомами. Для этого у нас есть предикат. И второе, что мы проверяем, можно ли получить, если это не аксиом, а можно ли получить следующую формулу по правилу вывода из каких-то предыдущих формул. То есть тут надо еще выполнить проверку на то, что с помощью modus ponens и правила Бернайса из аксиомы получается эта формула. Понятное дело, это тоже все алгоритмически проверяется. Ну, не то чтобы просто, но и несложно. И в конце концов, если мы все этапы успешно завершили, а если они успешно завершаются, то за конечное число шагов, естественно, то мы выдаем ответ. Да, формула с номером n является доказуемой, то есть является теоремой теории Т. В других случаях, когда она не является номером теоремы теории Т, у нас просто алгоритм зацикливается. То есть это получается некая σ1 формула. Вот это все, это у нас, это все σ1 формула. Которые, значит, на кодах теорем за конечное число шагов выдают положительный ответ, а на не кодах теорем зацикливаются. Таким образом, у нас есть некий предикат, который представляет нам нумерацию теорем нашей теории Т. Ну, или, скажем так, арифметики Пиано для простоты. Хорошо. Вот запомним этот факт, что мы научились нумеровать теоремы, скажем так. Мы научились перечислять теоремы. Собственно, мы этот факт уже даже использовали в предыдущей теореме о неполноте в синтаксической форме, когда я говорил, что вот давайте предположим, что мы умеем доказывать отрицание формулы АК, тогда отсюда следует, что у нас есть алгоритм, который нумерует нам вот это вот доказательство, а поскольку аксиомы тоже нумеруемы, то у нас просто имеется алгоритмически проверенный факт того, что это теорема. Вот. Мы это использовали. Так вот, если детально говорить, то использовали мы вот что-то вроде этого. То есть, такую вот нумерацию всех теорем нашей теории. И здесь работает и эффективная аксиоматизируемость теории, и то, что все это задается рекурсивными функциями, потому что это сигма-1 формула. Ну и, соответственно, это все представимо в нашей теории Т, и там еще применяется сигма-1 корректность или, значит, сигма-1 полнота арифметики Пиано. Вот. Значит, главный результат вот этих наших всех упражнений с текстами построить вот эту вот формулу Пр от Н. Теперь мы должны обратиться к еще одному факту матлогики так называемой лиммиодиагонализации. Она же теорема о неподвижной точке. Вообще, надо сказать, что неподвижная точка это такой достаточно мощный архетип в математике, потому что неподвижные точки есть и в матлогике, и в топологии, и в дифференциальных уравнениях. В общем, много где они есть и дают много чего хорошего. Достаточно вспомнить теорему Брауэра, например, или там какое-нибудь устойчивое решение дифура. Вот. Вот в матлогике тоже есть своя теорема неподвижной точки. Теорема о неподвижной точке. Теорема эта формулируется следующим образом. Пусть А от А это какая-то формула от одного аргумента в нашей теории Т. Ну, то есть, в каком-то там формализме. Причем мы считаем, что даже если там есть еще какие-то свободные переменные, то они фиктивны. От того, что мы в них что-то подставляем, результат формулы не меняется. Проще считать, что тут просто одна свободная переменная. Тогда мы все говорим про теории, которые, естественно, эффективно аксиматизируемы. Ну, то есть, с которой можно, сказать, работать при помощи частично рекурсивных функций, то есть, при помощи алгоритмов. Тогда существует формула θ, которая является замкнутой такая, что в нашей теории Т, которая вот этой сигнатуре соответствует, мы можем вывести следующий факт. Формула θ эквивалентна формуле А, в которую вместо А подставили номер формулы θ. Вот, тут надо, чтобы совсем вас не запугать, пояснить, что это такое. Значит, вот все, что я стер, надо вспомнить и понять, что, коль скоро дана некая формула θ, у нее есть номер, мы только что их всех сумели перенумеровать, причем достаточно просто, по степеням простого числа взяли и записали разложение. То есть, мы берем формулу θ, это какой-то текст, мы его преобразуем в число. Число, ну, назовем, не знаю, там, такое, c, как код формулы θ. Давайте, c θ назовем. Вот так. Это натуральное число. Давайте вместо вот этой формулы А возьмем просто по определению положим, что это будет отрицание пр. то есть А от А заявляет нам, что формула с номером А недоказуема в арифметике. То есть, нельзя найти доказательства этой самой арифметики. Вот такая формула. Воспользовавшись теоремой о неподвижной точке, найдем неподвижную точку вот этой формулы и обозначим ее буквой G. Значит, пусть G такова, что она эквивалентна отрицанию пр на номере G. Вот как раз получаем неподвижная точка, что как бы неформально эта вот формула заявляет. Сама формула G заявляет. Она говорит, я недоказуема. То есть, такой вот аналог парадокса лжеца. Формула G говорит, меня нельзя доказать. Вот так. Ну и теперь давайте посмотрим на теорему Гёдра о неполноте первую. Как она формулируется? Она формулируется так, что если теория непротиворечива, точнее, поскольку речь шла об арифметике, давайте сразу прям так вот и напишем. Если арифметика пиано непротиворечива, то тогда она не полна. То есть существует формула G, которая из нашей вот этой арифметики пиано такая, что в пиано нельзя ни доказать G, ни опровергнуть G. Чем хороша эта формулировка? Мы явным образом указываем, как нам найти эту формулу G, которая недоказуема и неопровержима. То есть нам надо уметь построить формулу пр, найти ее неподвижную точку, и вот эта неподвижная точка будет независимой формулой. Теперь почему так? Давайте посмотрим на варианты, какие тут могут быть. Во-первых, предположим, что формула G доказуема в арифметике пиано. Первый вариант. Пусть па выводит формулу G. Что это значит? Это значит, что па выводит формулу не пр G. Я уголки здесь буду опускать и нумералы, чтобы была более прозрачная запись, не обремененная всякими символами, но, естественно, предполагается, что здесь натуральное число подставлено, а не сама формула. Ну и что мы тогда получаем? Тогда мы получаем, что в па мы можем доказать, что формула G недоказуема. Но мы тогда получаем явное противоречие с тем, что мы ее доказали. То есть, с одной стороны, в силу вот этого перехода, мы умеем доказывать вот это. С другой стороны, поскольку в па доказуема G, то отсюда следует, что вообще-то в па доказуема прж. Ну, правда, тут надо прибегнуть еще к так называемой теореме Люба, о том, что мы должны уметь переходить от G к прж, то есть, если доказуема G, то мы можем доказать, что доказуема G. Но, как бы, неформально можно это сказать так, что если у нас есть доказательства формулы G, значит, у нас есть доказательства формулы G. Мы можем вот это доказательство, весь этот вывод занумеровать, и у нас получится, что формула прж окажется истинной. И это все доказуемо в па, почему? Потому что предикат вот этот прж, он представляется в арифметике пиано вычислимой функцией, соответственно, значит, вычислимость вот этого вывода формального, она погружается в нашу арифметику, и таким образом можем доказать прж. Но тогда получается, что совместно из этих двух условий следует, что прж и не прж доказуемо в арифметике пиано. Давайте так напишем пр и не пр. А это не что иное, как тождественная ложь, то есть в арифметике пиано выводима ложь, а это означает противоречивость арифметики пиано, то есть не кон па. в противоречии с тем, что мы получили вот здесь. Ну и второй вариант остается. Допустим, что невыводимо не же. То есть допустим, что выводимо не же. Но тогда получается, что у нас имеет место следующее. Не же эквивалентно отрицанию вот этой формулы. То есть тогда получается, что в арифметике пиано доказуемо пр же. То есть мы можем доказать, что формула же доказуема. И тут опять я вот сейчас не буду отвлекаться на так называемые аксиомы Гёдера-Лёба для модальной логики. Но прибегну просто к такому неформальному объяснению. Поскольку мы можем доказать, что существует доказательство формулы же, это значит, что мы можем предъявить тот алгоритм, который дает нам это доказательство. Как только мы вытащили саму строку, которая является доказательством формулы же, мы эту строку просто берем и говорим, а вот вам оно и есть доказательство формулы же. То есть таким образом мы отсюда просто извлекаем из вот этой вот как бы сентенции, из этого вывода мы извлекаем более простой вывод о том, что в ПА выводима формула же. Но тогда получается снова противоречие. Выводима ниже и выводима же. Мы снова получаем, что теория пьяно несовместна. Поэтому если мы предполагаем, что теория пьяно совместна, то не выводима ниже, ни ниже. И наконец переходим к непосредственной доказательстве второй теоремы Гёдера о неполноте. Для начала вспомним, что мы определили такой предикат ПР, который в арифметике выражает доказуемость арифметических формул. то есть если мы говорим, что ПР какой-то формулы А, это то же самое, что в ПА можно доказать формулу А. Ну, имеется в виду замкнутые формулы, естественно. Вот. Поэтому здесь еще можно так сказать, что поскольку этот предикат ПР является сигма-1 формулой, а для сигма-1 формулы мы знаем теорему асигма-1 по лоте для арифметик, не только для ПА, но и для более слабых. И это означает, что истинность этого предиката в модели, ну, естественно, когда здесь натуральное число, это номер какой-то формулы, эквивалентна по сути тому, что у нас в ПА выводима эта формула, это по определению, а истинность в модели по теореме о сигма-1 полноте также означает, что у нас в ПА выводима выводим сам этот предикат, то есть ПР от номера формулы А. Ну и отсюда мы, в общем, сразу можем увидеть одно из основных свойств предиката доказуемости, то, что сам предикат, выводимость самого предиката доказуемости эквивалентна выводимости формулы А. Ну и вот одно из свойств, мы сейчас здесь коротко запишем, выглядит так, в ПА выводима формула А, тогда и только тогда, когда в ПА выводим предикат доказуемости формулы А. Ну вот. Заметим, что это довольно сильное условие на предикат доказуемости, но тем не менее, вот для данного конкретного предиката, который мы строили перед этим, собственно, ради чего и были все эти наши построения с нумерацией алфавита, формул, вот, со всеми этими предикатами, выражающими то, что число натуральное является кодом формулы или кодом доказательства, вот это все было ради того, чтобы была вот такая импликация. Заметим, что когда мы только что доказывали теорему, первую теорему Г.Дуя о неполноте, мы как раз этим и пользовались и в ту, причем и в другую сторону. Следующее свойство предиката доказуемости собственно говоря такое. в нашей арифметике мы можем доказать, что если доказуема импликация А следует Б, то есть тоже какая-то формула замкнутая, мы посчитали ее номер именно всей формулы с импликацией, то тогда отсюда будет следовать импликация следующего вида. Формула А доказуема, тогда формула Б доказуема. То есть получается, что вот этот оператор его можно вносить под импликацию, он переходит на элементы импликации, на посылку и на вывод. И все вместе это оформляется именно как теорема теории пиано. На самом деле это достаточно простое, понятное правило, в общем-то это иллюстрация modus ponus. И третье свойство это формализация вот этого отношения, но только в одну сторону, слева направо. Выглядит оно так. В ПА доказуемо, что из А, что тут я пропуская опять эти символы номералов и угловые скобки местами, но понятно, что все это можно восстановить. Эта теорема в арифметике пиано по сути является формализацией вот этой импликации только в одну сторону. То есть вот здесь мы это убираем. Вот здесь сказано, что А доказуемо. То есть вот оно. А вот здесь сказано, что доказуемость А можно доказать. И вот собственно это оно и есть. Как бы более сильный принцип. Но если здесь мы можем в обратную сторону повернуть в ряде случаев, то есть для конкретного нашего предиката то вот здесь уже не получится. Ну вернее как тут там по-моему в полных теориях можно только повернуть назад, а так нет. Теперь мы как обычно немножечко это все дело обобщим. Во-первых мы дадим следующее обозначение. А именно символ бокс, который часто используется в логике. Пусть у нас есть просто какой-то предикат, который что-то говорит нам про формулу тета. Где тета замкнутая формула. То есть не важно. На самом деле это просто какой-то архитический предикат с одной переменной свободной и мы вместо этой переменной подставляем формулу тета. Вот вместо этого мы будем писать бокс тета. Это просто короче. Ну конечно подразумевается под боксом именно связь с предикатом доказуемости. Но в общем случае для разных теорий предикат доказуемости может определяться по-разному. И он как раз вводится не при помощи гёдлевской нумерации, как мы это делали только что внутри арифметики пиано. А он вводится при помощи просто набора аксиом. И вот следующие аксиомы, которые мы для этого оператора бокс приведем, это по сути повторение вот этих трех аксиом свойств оператора доказуемости, которые мы просто переформулируем вот в таком виде. И эти аксиомы называются аксиомами Гёделя-Лёба или Гильберта Гёделя-Лёба в общем случае. Ну давайте так назовем. Да, и к ним применяется обычно слово условия вместо аксиом. Значит, условия Гёделя-Лёба. И они формулируются с пользой вот этого бокса следующим образом. Значит, первое. Если в теории Т выводима формула А, то тогда в теории Т выводим бокс А, формула бокс А. То есть ровно то самое, что мы подразумеваем, только без кучи дополнительных значков. Да, по теории Т понимается естественно какая-то арифметическая теория, либо теория, в которой мы можем промоделировать арифметику. Вот. Ну, чаще всего так, потому что нам кое-что нужно вычислять. Дальше. Второе условие Гёделя-Лёба, давайте мы здесь так, L1, L2, это выражение вот этой, ну, то есть возможность внести наш символ бокс под импликацию. В теории Т должно быть у Вадима следующая теорема. Бокс А следует Б, тогда бокс А следует бокс Б. И третье, третье аксиома Лёба, это значит, в теории Т выводима следующая импликация. Если бокс А, то бокс бокс А. Это вот представление вот этого. Ну, поскольку, как мы сказали, предикат доказуемости стандартный в арифметике, который вводится как сигма-один формула, подчиняется вот этим правилам и даже более жестким в случае вот здесь поворота в обратную сторону импликации, то понятное дело, что бокс, определенный через предикат доказуемости в арифметике Пиано, он удовлетворяет этим аксиомом. То есть мы можем пользоваться свойствами предиката доказуемости арифметики Пиано так, как будто он просто введен при помощи условий Гёдая-Лёба. Чем эти условия хороши? В принципе, мы здесь ничем не ограничиваем нашу теорию и по сути это не что иное, как кусок аксиоматики модальной логики. Модальная логика это теория, которая занимается изучением разных логик. То есть если до этого мы смотрели на формальные системы, как на объект изучения математической теории, мета-теории, то теперь мы поднимаемся еще выше и вводим понятие модальной логики. А модальная логика изучает выводимость внутри вот этих всех формализмов, формальных систем. И вот это есть аксиоматика модальной логики. На самом деле там есть еще пара принципов, которые там какие-то вводятся, какие-то не вводятся. В общем, как в любой теории мы какие-то аксиомы добавляем, какие-то нет в зависимости от наших потребностей. Ну и теперь собственно говоря приведем теорему Лёба, которая доказывается именно в чистой модальной логике. Сейчас как бы мы немножечко на время забываем о том, что мы идем ко второй теореме Гёделя и об арифметике, а доказываем такую чисто формальную теорему в модальной логике. теорема звучит так. Теорема Лёба. Если в теории Т можно доказать вот такую импликацию, такую теорему, из доказуемости А следует сама А, то тогда в теории Т доказуемо А. Ну, опять-таки, мы этому боксу сейчас не придаем вообще никакой смысл, но если придать, так сказать, погрузиться в наше до этого построение, проведенное в арифметике Пиано, то по сути теорема означает, что если мы из наличия доказательства формулы А смогли вывести саму формулу А, то есть как бы у нас есть доказательства, и тогда мы видим, что формула А истинна, тогда у нас в теории есть доказательства самой формулы А. Немножко запутанно она звучит, тем не менее, она очень полезна оказывается во всех вот этих рассуждениях модальной логики. Ну, давайте ее докажем. Доказательство такое, ну, в общем-то, достаточно техническое, единственное, посыл здесь надо было догадаться о том, с какой формулы начать. начинаем мы со следующей формулы. Мы придумаем такую вот формулу B от A, которая, по сути, выражает то, что здесь написано, но только вот этот бокс мы заменяем на его определение. Опять же, я говорю, что этот PR это просто сейчас какой-то предикат. Мы забываем о том, как он построен, с чего он сделан, так сказать, и про его свойства. Мы просто знаем, что он вот так связан с боксом, а бокс удовлетворяет вот этим условием. И мы пишем, что это у нас будет PR от переменной A импликация формула A. Формула A та самая, которая задана в условии теоремы Лёба. Ну, дальше мы вспоминаем теорему о неподвижной точке. Да, тут надо заметить, что теорема о неподвижной точке она использовала предикат подстановки, когда мы диагональным методом подставляли в формулу её же собственный номер. Соответственно, у нас в теории Т должен реализовываться предикат подстановки, поэтому на Т всё-таки есть некоторые ограничения, а именно она всё-таки должна быть какой-то арифметизируемой теорией. То есть, там должна быть какая-то часть арифметики или слабая арифметика, или же она должна уметь интерпретировать эту самую арифметику. Например, это может быть теория множества. Ну, и так дальше. Предполагая, что Т арифметическая теория, и предполагая вот это условие, которое здесь написано, задаём такую формулу, и по теореме неподвижной точки ищем решение этого уровня. Соответственно, из теоремы неподвижной точки следует, что в теории Т выводим следующая эквиваленция. Тета эквивалентна бокс. Тета следует А. Здесь я просто номер тета подставил сюда и применил вот это определение. Получилось бокс тета. И так мы видим, что вот это, это как бы корень уравнения вот этого эквиваленции. И вот отсюда мы и пойдём доказывать вот этот вывод. мы действуем следующим образом. Давайте нумеровать наши шаги. Значит, первый шаг. Во-первых, из того, что мы умеем доказывать эквиваленцию, понятное дело, мы умеем доказывать импликацию. То есть из тета следует вот это. Напишем. Из тета следует... Да, здесь я везде впереди предполагаю из тева Вадима всё, что я здесь пишу. Ну, просто, чтобы не захламлять текст. Я вот один раз здесь укажу и всё. тета выводима. Из тета следует... Бокс тета следует А. Хорошо. Это мы определили... Применили определение самой неподвижной точки тета. Следующее, что мы делаем... Мы видим, что это у нас некая импликация. Для импликации у нас есть соответственно вторая аксиома Лёба. Давайте её применять. Так. Так. Да, прежде чем перейти к этой, мы должны применить первую, потому что мы хотим навесить бокс на всю эту формулу. Значит, навешиваем бокс. Что у нас будет? Бокс, тета, импликация... Бокс тета следует А. Мы применили Л1. Теперь, наконец, мы можем применить... У нас стоит импликация под боксом. Применяем вторую аксиому. Получаем... То есть, вносим бокс под импликацию. Бокс тета следует бокс... Бокс тета следует А. Окей. Это мы применили Л2. Теперь мы видим, что у нас опять есть кусок этой формулы. Это бокс, стоящий перед импликацией. Мы снова применяем эту теорему. Раз внесение бокса в эту импликацию выводимо в нашей теории, то мы можем продолжить эту импликацию и получить на следующем шаге по правилу силлогизма следующий вывод. Бокс тета следует... Значит, вносим. Получается бокс бокс тета следует бокс а. Это мы применили снова L2. Так, теперь мы видим, что у нас бокс а по сути выводится из двух посылок. Из бокс тета и бокс бокс тета. Но мы знаем вот такую аксиому, что из бокс тета влечет бокс бокс тета. Вместо а подставляем тета. Зафиксируем этот факт. бокс тета влечет бокс бокс тета. Тогда, комбинируя эту теорему с этой теоремой, мы понимаем, что бокс тета условие более сильное, чем бокс бокс тета. Значит, вот это условие можно выкинуть. Оно и так следует отсюда. И у нас получается простая импликация отсюда сюда. Здесь мы применили L3. А на шестом шаге мы применяем мы просто комбинируем четвертые и пятые шаги вместе и получаем бокс тета влечет бокс А. Это у нас четвертые и пятые шаги вместе. так, мы вспоминаем о том, что у нас есть условие теоремы. Вот мы находимся в условиях теоремы Лёба, которая нам говорит, что бокс А влечет саму А. Зафиксируем это условие здесь. Бокс А влечет само А. Это просто условие теоремы. Ну и теперь нам нужно снова применить силлогизм. То есть у нас бокс тета следует бокс А. Бокс А следует А. Значит восьмой шаг бокс тета влечет А. Это у нас получается шестое и седьмое правила. Шестое и седьмое теорема. Теперь смотрим на вот эту штуку и понимаем что у нас формула тета эквивалентна вот этой теореме. Просто мы ее так выбрали эту самую тету поскольку тета неподвижная точка была. Поэтому да здесь мы применяли в одну сторону импликацию а по определению в обе. Поэтому мы совершенно спокойно можем взять теперь импликацию в обратную сторону и из вот этой вывести саму формулу тета. поэтому на девятом шаге мы говорим что в теории т мы вывели саму формулу тета. Тета оказалась истинной. Напоминаю у нас впереди везде стоит что мы выводим это все в теории т. отсюда отсюда перешли сюда просто по определению тета. Ну и теперь нам нужно применить следующий шаг. Мы воспользуемся аксиомой L1 и заметим что из тета следует бокс тета. Это просто L1. Ну и теперь комбинируя соответственно 9 ну да мы применяем так только здесь у нас ампликация конечно здесь вот так надо было поставить в T выводима бокс тета. Вот это аксиома L1. Ну и теперь мы что видим у нас бокс тета истинна по десятой теореме а по восьмой теореме из бокс тета следует A. Применяем модус полненс и одиннадцатая теорема будет звучать так в T выводима A. Вот ну давайте укажем явно что это модус полненс. То есть в итоге мы получили что в T мы доказали теорему A. Что мы собственно и хотели. Ну то есть видим что такой достаточно простой лобовой формальный подход единственное до чего надо было догадаться это придумать вот эту формулу с неподвижной точки на которую кстати явно указывает условия теоремы Лёба. И теперь мы можем применить собственно говоря теорему Лёба к тому чтобы получить вторую теорему Гёделя о неполноте. Но сначала как обычно парочку замечаний. Замечания будут следующего вида. Мы говорим о том что теорема что теория непротиворечива при этом у нас есть такое понятие определение того что теория непротиворечива оно таково что в теории Т нельзя получить противоречие. То есть это у нас по определению означает что в Т нельзя вывести ложь. Нельзя вывести ложь. Но, да, об отложении можно понимать любое ложное высказывание. Например, то, что ноль не равно нулю. Или что-нибудь еще арифметическое можно такое взять. Поэтому вот эти вещи, как CONT и FT невыводимо ложь, это одно и то же. И мы, соответственно, будем опираться на это определение. В стандартной модели это просто будет определяться как ровно то же самое, что невозможно доказать ложь. По всем правилам ставим вот эти галочки, которые означают, что мы применили какой-то номер для данного высказывания и подставили номерал. То есть, соответственно, утверждение о непротиворечивости теории Т это то же самое, что сказать, что в Т невыводимо противоречивое высказывание. Ну и вот поэтому, так сказать, формализация того, что в теории Т невыводима ее совместность, а это и есть вторая теорема Гёделя, значит, если теория не противоречива, то внутри нее нельзя доказать ее не противоречивость. То есть нельзя доказать вот такую формулу. Нельзя доказать, что НЕВЫВОДИМАЛОЖ Вот. И давайте воспользуемся нашим переобозначением для удобства и напишем, что это будет то же самое, что в теории Т НЕВЫВОДИМА БОКСЛОЖ НЕ БОКСЛОЖ При этом предполагается, что теория Т арифметическая Ну вот, потому что мы должны уметь вот этот весь аппарат там применять, уметь кодировать наши формулы, погружать предикат доказуемости в нашу теорию. Вот. Поэтому, скажем, теорема Гёделя не ко всем теория может быть применена, скажем так. Ну и вот вопрос, как, собственно говоря, доказать, что вот из непротиворечивости Т следует тот факт, что нельзя доказать вот такую формулу в теории Т. Давайте в теорему Люба вместо А подставим тождественную ложь. Посмотрим, что получится. Теорема Люба. Берем вместо А подставляем ложь. Что у нас получается? Получается там следующее. Если в теории Т доказуемо бокс-ложь следует ложь, то тогда в теории Т доказуемо ложь. Вот. И поскольку мы считаем, что у нас теория Т не противоречива, понятное дело там доказуемости лжи там быть не может, тогда, учитывая посылку второй теоремы Гёделя о том, что если теория Т не противоречива, мы отсюда заключаем, что вот это неверно, а раз неверно это, то неверно и вот это. То есть, тогда получается, что у нас в Т ложь невыводима, а отсюда по теореме Лёва мы получаем, что невыводима и вот это. То есть, в Т невыводима бокс-ложь следует ложь. осталось вот эту формулу упростить по обычным логическим правилам. То есть, у нас есть некая импликация, в выводе стоит ноль, чему будет эта формула эквивалентна. Но эта формула эквивалентна просто-напросто не бокс-ложь. Таким образом, мы получаем, что в теории Т невыводима формула, говорящая, что невозможно доказать ложь. Да, здесь я все-таки верну обратно, потому что это было уже не определение кон Т, которое здесь было написано, а это была переформулировка вот этой штуки. Вот так. То есть, на самом деле, все из Теремы Лёва получается очень просто. Мы берем вместо А подставляем ложь, видим, что если мы хотим, чтобы теория была непротиворечива, как в посылке теоремы Гёделя, то получается, что вот это неверно, раз это неверно, то неверно и это, а это мы просто преобразовали, упростили по правилам Булевской алгебры. Получается, здесь не бокс-ложь. Но это утверждение, это и есть утверждение о совместности теории Т. То есть, в теории Т невозможно доказать ложь. Ну и можно по-другому это переписать, что получается, что в Т невыводимо кон Т. Собственно, это и есть утверждение второй теоремы Гёделя о неполноте. То, что мы, если теория непротиворечила, то она не умеет доказывать свою собственную непротиворечивость. Ну и еще один занимательный факт, связанный тоже с неподвижными точками, это теорема Тарского о невыразимости истинности в арифметике. Ну, как мы уже отмечали, есть такое понятие выразимости предикатов или определимости предикатов в теории, которая говорит следующее, значит, предикат, какой-то предикат P от свободной переменной A выразим в арифметике. Это означает, что для любого натурального числа A A принадлежит нашему предикату P, ну, то есть, там, подножеству тогда и только тогда когда соответствующая формула, да, давайте тут без A напишем предикат P как подножество натурального ряда выразим в арифметике, тогда и только тогда, когда любого A A принадлежит P, тогда и только тогда, когда соответственно формула, существует некая формула, задающая этот предикат, которая истинна на соответствующем нумерале. Так вот, нам же ничто не мешает взять стандартную модель и рассматривать все истинные и замкнутые формулы в этой модели. Есть даже такое обозначение теория модели N со своей там сигнатурой это все замкнутые формулы, которые истинны в этой модели. Это получается то, что называется элементарной моделью, элементарной теории данной модели. Так вот, давайте предположим, что мы взяли множество всех истинных формул, которые в данной модели выполняются, то есть не в теории пиано доказуемо, а именно истинно в модели. У них есть номера какие-то, то есть мы их можем перенумеровать при помощи гёдерлевской нумерации, и мы можем сопоставить вот этой теории множество ну, скажем, назовём его Т, всех таких номеров, что формула с номером n истинна в стандартной модели. Вот, то есть формула а истинна, где n это номер этой формулы. Вот взяли такое множество. Ну, и возникает вопрос, вот это множество, вот этот предикат можно ли выразить в арифметике или нет? То, что это предикат, понятно, потому что это подможество натурального ряда. Оказывается, нет, и это как раз есть суть теоремы Тарского о невыразимости истинности. Значит, давайте предположим, что всё-таки истинность выразима. Вот, да, оформим это как теорему, теорема Тарского о невыразимости, ещё иногда пишут о неарифметизируемости. истинно. Значит, не существует такой вот формулы, мы её назаём ТР, замкнутая формула в языке арифметики пиано, не замкнутая, а с одной свободной переменной ТР от А в арифметике пиано, такой, что в стандартной модели истинно формула А тогда и только тогда, когда в этой же стандартной модели истинно формула ТР от номера А. Ну, это даже более сильное утверждение, чем что-то не... Хотя, ну да, выразимость получается. Заметим, что в частности не существует, тем более не может существовать такого предиката, чтобы в арифметике пиано было доказуемо ТР от А для истинных формул А. Мы знаем, что для сигма-1 формулы это работа, а вот вообще для всех истинных формул это не так. Но здесь даже ещё более сильное утверждение получается, которое говорит, что вообще даже в модели мы не можем определить предикат, который бы выражался формулой с одной стороны арифметики пиано, с другой стороны был бы при этом истинен ровно там же, где истинна сами формула. Вот. Ну, доказательство такое. Предположим, что такой предикат существует. Пусть существует такой предикат ТР от А. Тогда мы возьмём неподвижную точку его отрицания. Пусть в арифметике выводима тут уже не пусть, да, по теореме полемии неподвижной точки мы просто получаем, что есть такая формула ТЭТА, которая эквивалентна, то есть и это доказуемо в арифметике эквивалентно отрицанию ТР от своего номера. То есть ровно тот же самый приём, который используется при доказательстве первой теоремы Гёдера. Мы там искали формулу, которая недоказуема и неопровержима. Ровно тем же способом, только вместо ТР стоял предикат доказуемости. Вот. Ну, хорошо. Допустим, это так. Но мы знаем, что всякая теорема, доказуемая в ПА, она же истинно будет и в модели. Вот сюда пойдём. Она же будет истинно и в модели. Это свойство корректности исчисления предикатов. Получается, что в нашей модели истинно то, что формула ТЭТА, естественно, тут предполагается, что мы её проинтерпретировали в модель, там все надлежащие операции выполнены, она будет эквивалентна не ТР от своего номера. Вот. А номер считается на основе языка, в котором эта формула написана, языка пиана. Ну и дальше что мы видим? Давайте рассмотрим два кейса. Тут ровно то же самое, что в парадоксе лжеца происходит. Предположим, что ТЭТА истинна. Что тогда? Тогда получается, что неверно ТР от ТЭТА. Неверно ТР от ТЭТА. Ложность 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 этой формулы в модели, а в модели все формулы либо истинны, либо ложны. Третьего не дано. Значит, навешиваем здесь отрицание ложного в модели эквивалентно ложности самой формулы. То есть отсюда будет следовать, что ТЭТА ложно. И вот мы из истинности ТЭТА получаем ложность ТЭТА. Ну и ровно тем же самым приемом, предполагая, что ТЭТА ложно, мы получаем, что тогда будет истинно ТР от ТЭТА, ну а истинность ТР от ТЭТА эквивалентна истинности ТЭТА. То есть ТЭТА будет истинно. Короче говоря, здесь получается прямо вот слово в слово повторение парадокса лжеца. В любом случае мы получаем противоречие. Ну и отсюда получается, что у нас действительно истинность в модели она невыразима арифметическим предикатом. Поэтому правильнее говорить на самом деле не теорема о невыразимости истинности, а теорема о неарифметизируемости истинности. Опять-таки истинности стандартной модели. То есть тут всегда надо немножко оговориться. Ну собственно на этом мы завершаем разбирательство с второй теоремой Гёделя о неполноте. Напоминаю, главный прием здесь был в том, чтобы некоторым способом очевидным, алгоритмическим пронумеровать все формулы и все термы, которые заданы в нашей теории, построить предикат пр, которая оказывается ко всему прочему еще и сигма-1 формулой. Далее, на самом деле, для второй теоремы Гёделя это не так важно, как я уже говорил. Далее, показать, что для него выполняются условия Гёделя-Лёба и с их помощью, и с помощью теоремы Лёба, собственно говоря, получить то, что из совместности теории Т и совместности арифметики, собственно говоря, ну какой-нибудь арифметики невыводимо, значит, если теория совместна, то в ней нельзя доказать ее собственную совместность. То есть, теория не умеет про себя доказывать свою, собственно, непротиворечивость. Это и есть суть второй теоремы Гёделя о неполноте. В принципе, некоторым образом, рассуждая более поверхностно, можно и из первой теоремы Гёделя о неполноте получить вторую теорему, вот, но я решил, что будет более правильно провести вас именно через вот этот формализм модальной логики с аксиомами Гёделя-Лёба, чтобы показать, как наиболее строго в современном виде показываются эти теоремы. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok